Глава двадцатая. Родственники с материнской стороны. Дядя Сазар. Несравненно более чем родственники с отцовской стороны, меня интересовали и притягивали родственники со стороны матери. За исключением бабушки Кавоса, о которой я уже рассказывал, и тёте Кате Кампионе, о которой речь впереди, тут были только одни мужчины. Единственная же единокровная сестра моей матери, хорошенькая тётя Соня Зарудная, скончалась за несколько лет до моего появления на свет в родах своего единственного сына Серёжи. И точно так же жёны дяди Сазара и дяди Кости умерли до моего рождения. Дядя Миша остался холостяком, вдова же дяди Вани жила на Кавказе. И вот относительно этих дядей Кавосов я могу сказать, что они именно все, но каждый по-разному, меня пленили. Объединяла же их в моём представлении одна черта. Нечто такое, что теперь я бы назвал стилем, но что тогда, в детстве, я не мог сознавать и что, тем не менее, оказывало на меня особое притяжение. Этот их стиль действовал на меня тем сильнее, что он был чем-то заключённым в самой их природе. Тут не было ничего напускного, перенятого, никакой позы, никакой гримасы. Просто в этих людях жила известная, изящная манера быть, и с нею они родились. Прибавлю, что контраст между этой группой лиц и родственниками Бенуа подчёркивался тем, что мне, мальчугану, не нравилось в последних. Рядом с дядей Сезаром, дядей Костей и прочими кавосами, дядя Жюль и его дети, всё потомство дяди Лулу, дяди Мишеля и других дядей и тёток с папиной стороны, представлялось мне несколько простоватым. Все они были людьми вполне воспитанными, но одно дело уметь быть приличными, а другое — производить впечатление каким-то своеобразным, во всём сказывающимся прирождённым стилем. Дядя Сезар, Цезарь, Альбертович Кавос, был старший мамин брат. Возможно, что старшим из братьев был полоумный коллега дядя Станислав, о котором говорю ниже. У меня здесь нет данных, которые позволили бы мне это проверить. Мне было всего тринадцать лет, когда он скончался, но помню я его с совершенной отчётливостью, а в то время мне казалось, что я уже давным-давно живу на свете, и в этом прожитом периоде дядя Сезар занимал, безусловно, очень значительное место. Как всякого другого родственника, мне надлежало его любить, и я старался исполнять этот долг по мере своих сил, но удавалось это мне не вполне, так как то чувство, которое он мне внушал, не было лишено известного трепета. Уж если говорить про стиль, то дядя Сезар был самый стильный из братьев, но его стиль, как мне тогда казалось, выражался главным образом в высокомерии. Он мне казался ужасно важным и малодоступным. К тому же меня смущало его специфическое обращение с детьми, несколько свысока покровительственное. Возможно, что это было вовсе не так, но я был мальчик преувеличенно обидчивый, избалованный всем тем, что я встречал со стороны своих близких, и малейшее отклонение от этого я принимал за нечто оскорбительное. Я даже избегал попадаться на глаза дяди Сезара, что было не так легко, когда я с родителями целыми месяцами жевал на его даче и мог каждую минуту его встретить. Было бы, однако, ошибкой представить себе Цезаря Альбертовича в виде какой-то величественной фигуры. Подобно большинству кавосов, ростом он был ниже среднего. Ходил он, отнюдь не задрав голову, голос у него был негромкий, он редко сердился и никогда не кричал. Однажды он все же сломал зонтик об спину своего зятя Митрофана Ивановича Зарудного, но случилось это при столь исключительных обстоятельствах, что человек с натурой и самой покорной мог бы выйти из себя. А именно, дядя Митрофан в обычном для него нетрезвом состоянии так погнал своего рысака по Петерговской Самсониевской аллее, что угодил шарабанам в тянущийся вдоль этой аллеи канал. И вот, когда дядя Сезар с большим трудом вылез из воды, то ему показалось, что сын его Женя, продолжавший лежать без движения на берегу, мертв. Тут-то дядей Сезаром овладело такое бешенство, что он принялся бить незадачливого возницу, причем бил так крепко, что действительно сломал хороший привезенный из Парижа зонтик. Повторяю, это был казус исключительный, потому и попавший в семейные анналы, что был слишком необычайный для моего дяденьки. Оставшись с незначительными средствами после смерти своего отца, Цезарь Альбертович, хотя по профессии и был подобно дедушке архитектором, однако зодчество он постепенно запустил, предпочитая заниматься делами и, главным образом, спекулируя на покупки и продажи домов, что в 60-х годах приобрело в Петербурге прям-таки азартный характер. На этих аферах он и составил в несколько лет очень крупное состояние, исчислявшееся в момент его кончины в 3 миллиона тогдашних рублей. К сожалению, скончался дядя, не успев привести дела в должный порядок, и после разных операций наследников и опекунов капитал этот съежился. Тем не менее, мои кузины оставались богатыми невестами, а единственный сын дяди, мой двоюродный брат Женя Ковоз, мог всю жизнь существовать в условиях вполне барских. Представление о дяде Сазаре сплетено во мне наинтереснейшим образом с представлением о его обиталищах. Так я уже создан. Я и Господа Бога ощущаю вполне только в его домах, в церквах. Да и самых близких людей я представляю себе не иначе, как на каком-либо фоне, будь то комната, или целая квартира, или дача, усадьба. Возможно, что этого мне сказывается черта художественная, живописная. Так и дядю Сазара я вижу или в его петербургском доме, или в саду его роскошной дачи. Дом дяди Сазара представлялся мне чуть ли не самым изящным во всем Петербурге. Стоял же он на Кирочной, насупротив того места, где начинается Надеждинское. Дом на Кирочной улице, ныне улица Салтыкова-Щедрина, сохранился. Над домом надстроен верхний этаж. Самый дом был полуособняком, в два этажа над высоким подвалом. Но можно было с натяжкой за третий с честь мансарды, в Петербурге явление в те времена чуть ли не единственное. Как раз слуховые окна, люкарны барочного стиля этого мансардного этажа, придавали дому дяде заграничный парижский характер. Сам дядя с семейством занимал весь первый этаж, по русскому счету. А во втором, в комнатах очень высоких, с закругленными окнами, жили Сабуровы, Андрей Александрович, бывший одно время министром народного просвещения, и любезнейшая супруга его, которую почему-то весь Петербург называл тетей Лелей. Их две дочери, Мария и Александра, девочки лет восьми-девяти, бывали иногда приглашаемы вниз к кавосам и принимали участие в наших играх. Позже в этой бывшей Сабуровской квартире жила в течение многих лет другая знаменитая петербургская дама, баронесса Варвара Икскуль. Варвара Ивановна Икскуль фон Гильденбрандт, рожденная Лутковская, 1846-1929, русская писательница и общественная деятельница. В последний раз я побывал в доме дяди Сезара, к тому времени уже переставшим принадлежать его наследникам, весной 1918 года, когда все еще прелестная, несмотря на 80 лет баронесса, собравшись покинуть навсегда Петербург, позвала меня, чтобы помочь ей выбрать то, что стоило бы взять с собой в эмиграцию. И в последний раз я тогда вошел в монументальный подъезд, поднялся по занимавшей всю ширину вестибюля лестницы и, минуя знакомые из детских лет стеклянные двери бывшей квартиры дяди, поднялся в верхний этаж, держась за перила кованого железа. Дядя Сезар был большим любителем душистых цветов и благовонных курений, придавала ей в моем представлении особенно знатный характер. У нас в прародительском доме была тоже весьма замечательная лестница. Одна из немногих в Петербурге, уцелевшая в своем первоначальном виде со времен Павла I, но по обычаю тех патриархальных времен у нас не было швейцара, и лестница была холодная, она не отапливалась, а ее довольно стертые ступени пудожского камня не были покрыты ковром. Здесь же, у дяди Сезара, прямо с мороза я вступал в тропическую атмосферу, а ноги топтали густой алый ворс. По уступам с обеих сторон марша стояли горшки и вазы с пальмами, лаврами и другими вечно зелеными растениями. Однако было время, когда лестница дяди Сезара таила для меня и известную жуть. Дело в том, что он, осупротив швейцарской, в полуподвальном помещении доживал свой век несчастный и полоумный брат моей матери и дяди Сезара Станислав Альбертович Ковоз, известный в семье под прозвищем «дяденьки Фа». Он родился калекой. Одна рука и одна нога у него была короче другой. В течение же своей печальной жизни дяденька Фа успел себе еще раза два поломать и здоровую руку, и здоровую ногу. Он родился калекой. Считалось, что причиной такого несчастья было то, что бабушка до полусмерти испугалась, когда во время одной заграничной поездки, остановившись по дороге в Неаполь в гостинице какого-то захолустного местечка, она ночью увидала, что лезут в окно бандиты. Бабушка бросилась из кровати и упала, а была она на последнем месяце беременности. Кстати сказать, у меня в детстве представление об Италии и в особенности о Неаполе и его окрестностях было неразрывно связано с представлением о бандитах. В частности, я был уверен, что они грабят всех путешественников на большой дороге и уводят их к себе в гроты в качестве заложников. Вид у дяди Фа был страшноватый. Его толстенный выгнутый нос свешивался над непрестанно чмокавшими губами, а в темных его глазах то и дело вспыхивал тревожный огонек. Нрава он был вообще кроткого, но терпеть не мог, чтобы над ним подшучивали. В те годы, когда и меня к нему стали водить на поклон, дяденька Фа уже был совершенной развалиной. Он не вставал со своего высокого ложа, мне маленькому казалось, что он лежит на каком-то катафалке, и почти не говорил, а больше мычал. Но в прежние годы, — рассказывали мне, — дядя Фа был иногда и опасен. Раз он чуть было не задушил нежно его любившую сестру, нашу обожаемую мамочку, ее на силу отняли. А за своими юными кузенами, сыновьями Ивана Катариновича Ковоса, он гонялся с ножом, приведенный в ярость их шутками. Особенно выводили его из себя намеки на некоторую его нечистоплотность, что было выражено и в особой, дарованной ему кличке. Услыхав свое имя с присовокуплением, вместо обычного дяденька Фа, «Фафалифофенок». Он начинал скрижетать зубами, брызгать пеной и, сорвавшись с места, долго носился за своими мучителями, натыкаясь на мебель и разрушая все, что попадалось ему под руку. Во время таких преследований он и ломал себе руки и ноги. Каждый раз, когда мы, братья Бенуа, бывали у дяди Сезара, надлежало сделать визиты дяденьки Фа. Я боялся этого, но любопытство брало верх, и я без особого протеста следовал за другими. С высоты своих подушек и перин он немедленно повертывал голову, взором окидывал пришедших и, необычайно громко, почти крича, произносил протяжное «А-а-а-а-а-а-а-а-а». В этот момент дяденька совершенно напоминал мне людоеды из сказки о мальчике-спальчике. Затем начинался всегда один и тот же вопрос, причем он всех и все путал, мешая наши имена и не вполне разбираясь в родственных связях. «А-а-а-а-а-а-а-а», — говорил он, уставившись в кого-нибудь из нас, «это Бертуша». И тут же поправлялся, «нет, это Люля», «нет, это Женя», «нет, Сережа». «Как поживает папа?» «Как твоя мама?» «Как?» «Она померла?» «Когда?» «А это кто, Шура?» «Какой такой Шура?» Мое имя он произносил как-то по-итальянски. «Шиура». «Дай-ка я посмотрю на тебя поближе». Меня тащили к дяденьке, поднимали до его лица. Он чмокал меня своими мясистыми губами, причем больно колола его небритая борода. Тут я не выдерживал, пускался в рев, и меня спешно уносили. Кажется, в 1875 году дяденька Фа скончался. Для всех это явилось облегчением, но мне его стало ужасно жалко. Я устыдился своих капризов и понял, что он обижал его своим нежеланием к нему приближаться. С этого же момента лестница в доме дяди Сезара и получила для меня свою мистическую атмосферу. Дух дяди Фа для меня не переставал обитать в его подвальной квартире. Ни за что я не остался бы здесь один. Мне непременно почудилось бы, что дверь к дяденьке отворяется, и что он в виде мертвеца выступает из нее, точнее, вползает вверх по ступенькам. Каждый раз, когда мы входили в вестибюль, надлежало пройти мимо этой двери, и хотя я знал, что она теперь ведет в приятную квартиру гарсуньер кузена Жени, я все же взглядывал на нее не без трепета. Еще два слова о парадной лестнице дяди Сезара. Памятна она мне еще тем, что иногда на ней, несмотря на запрет, происходили наши игры с кузинами Кавоз и другими детьми. Очень удобно было на ней устраивать засады при игре в казаки-разбойники, но особенно запомнились мне те заседания, которые по какой-то традиции устраивались здесь при разъезде гостей. Обыкновенно их открывала бабушка Кавоз, которая, пока слуга или швейцар надевали ей зимние ботики, вешалки для верхней одежды находились на лестнице, опускалась на тут же стоявший ларь-диван. Рядом садилась мама, и начинался разговор. Давно уже и бабушка, и мама, и я, и все были готовы к отбытию, однако оказывалось, что так приятно сидеть в этом просторном и теплом помещении, так неприятно перспектива выйти на стужу, что беседа затягивалась. Постепенно к ней присоединялись и другие гости, одни за другими покидавшие квартиру дяди Сезара, и все-то рассаживались вокруг, кто на фарфоровых тумбах-бочонках, служивших стульями, а кто просто на ступенях. Все это подобие импровизированного табора и нравилось мне чрезвычайно. Я едва ли понимал что-либо из тех пересудов, которым предавались дамы, к тому же то и дело беседа переходила на французский или на итальянский языки, и как раз это случалось тогда, когда надлежало, чтобы я чего-либо не понимал, чему неизменно предшествовал наказ не при детях. И тем не менее, несмотря на то, что мне становилось невыносимо жарко в полном зимнем снаряжении, с головой закутанной в башлык, мне не хотелось, чтобы это заседание кончилось. Вся обстановка складывалась во что-то похожее на пикниковый бивуак, иначе говоря, на какую-то шаловливую игру, которой предавались такие обычно скучные, серьезные и большие. Конец все же наступал, бабушка, поддерживаемая швейцаром и внуком Сережей, спускалась вниз, и все процессионально следовали за ними. А там за дверью чудовищный холод и скучнейший переезд в потемках кареты через весь город до нашего дома. Кабинет дяди, коим замыкалось правое крыло квартиры, выходил своими окнами, так же, как и предшествовавшее ему приемное, на улицу. Это была глубокая, просторная, но по своей длине недостаточно высокая комната, что придавало ей характер несколько мрачной, давящей. По темно-зеленым стенам висели очень тесно картины, считавшиеся оригиналами Тинторетто и Веронезе, а также и эффектная перспектива XVIII века. На столах, по полкам и на консолях выстроилась коллекция старинных бронз и других редкостей. Но главное свое украшение кабинет дяди получал от большого фламандского шкапа начала XVII века. Если я не ошибаюсь, замок чудо-слесарного искусства был помечен 1610 годом. Этот шкап представлял собой целый архитектурный фасад с массивными колоннами и резными статуями. Он был сделан из разноцветного, прекрасно подобранного дерева и роскошно убран по карнизам, ящикам и всюду, где только можно было, изящными интарсиями. В моих глазах это был не просто шкап, а царь всех шкапов. Как не обидно было в этом признаться, наша обстановка ничего подобного не содержала. Я не пропускал случая, чтобы потрогать и погладить эти полированные, столь аппетитно круглившиеся колонны, полюбоваться тонкой резьбой капителей и тех мифологических персонажей, что стояли в нишах. Вместе со шкапом и с самым банальным качальным креслом, на котором я любил качаться до одурения, в строгом кабинете дяденьки приманкой служили для меня английские старинные часы, заключенные в деревянный ящик, стоявшие на письменном столе против того места, где дядя обыкновенно работал. Этой замечательной диковине я мог, все из того же чувства фамильной зависти, противопоставить из наших вещей единственно только мамочкин будильник, когда-то привезенный ей в подарок с лондонской всемирной выставки. И действительно, будильник был вещицей затейливой. Весь его сложный механизм можно было изучать через стеклянные стенки. Но нельзя не сознаться, что часы в кабинете дяди Сезара были все же куда более удивительные. Они могли играть разные старинные пьесы. Да и кроме того, каждые четверть часа раздавались отрывки чарующих переливов. А каждый час эти переливы складывались в подобие какой-то курьезной песенки, тем более пикантной, что в нее вплеталось несколько фальшивых ноток. Меня эта музычка и пленяла, и чуточку мучила. Казалось, что из волшебной коробки доносится голос завороженного существа иного времени. В сущности, настоящих сверстников для меня в семье дяди Сезара не было. Младшая его дочь Инна была на два года старше меня, а следующая по старшинству Маша даже на целых четыре. И все же я очень дружил с обеими кузинами, и мы резвились и играли в разные игры, никогда не ссорясь. Обе были необычайно добрые, покладистые девочки. Никогда не случалось, чтобы они сердились, капризничали. Мимолетные огорчения происходили лишь вследствие какого-либо придирчивого и незаслуженного замечания Толябины или Миссис Кефф, о которых речь впереди. С отцом же они были почтительны, но такие изъявления нежности, какие были в обычае в нашей семье, здесь не полагались. Несомненно, они обожали отца. Но эти чувства не выражались вовне, что, впрочем, меня тогда не удивляло, так как подобная сдержанность и церемонность вязалась со всем характером дома дяди. Характер же этот был в значительной степени обусловлен тем, что дядя был вдовцом, что матери у моих кузин не было, она скончалась за несколько лет до моего рождения. С тех пор всем домом заведовала Наталья Любимовна Гальнбек. Она-то и есть помянутая Толябина, занимавшая в доме положение среднее между гувернанткой и ключницей. Когда же подросла старшая сестра Соня, то и ей было поручено следить за порядком и заменять сестрам мать. Тетя Соня, рожденной Межуевой, я в живых не застал, но отлично знал, как выглядела эта мама Сони, Жени, Маши и Инны. Так как ее овальный портрет, рисованный в шестидесятых годах искусным итальянским художником Беллоли, висел в маленькой гостиной, находившейся между залом и столовой, а вокруг этого портрета висели в таких же овальных рамках портреты ее детей. Эти портреты детей были все еще похожи на тех, кого они изображали, хотя с момента их создания прошло семь или восемь лет, а потому нельзя было сомневаться, что и портрет этой молодой дамы в точности передает ее прелестные черты. Шестой овал, висевший в том же ряду, изображал незнакомую мне девочку с голубым бантом на голове. Но от кузин я узнал, что это их сестра, умершая, когда ей было четыре года, и которую звали Нина. Кстати, об этом салончике. Весь светлый, со стенами покрытыми грациозными орнаментами, раскрашенными в бледно-розовые и фисташковые тона, с мебелью изогнутых форм, с фарфоровыми фигурками на зеркальном шкафчике, с большой жардиньеркой ароматичных цветов у окна, он производил впечатление чего-то лакомого. Комната эта напоминала мне любимые сладкие пирожные от Берена. Я любил забираться сюда и либо разглядывать книжки с картинками, либо складывать специально для меня припасавшуюся коробку детского театрика с декорациями и с вырезанными из бумаги действующими лицами. Женские персонажи в этом коньке-горбунке были изображены в кокошниках а-ля рюс, но и широченными кринолинами, а большинство мужских ролей представляли татар в восточных халатах и доспехах. Некоторые из этих фигурок были на проволоках, благодаря чему их можно было водить по сцене или же поднимать для полета. Из окна того же салончика и из окон соседнего зала я мог следить за тем, как в зимнее время возилась молодежь на чистом, обсаженном елками дворе дяди Сазара. Весь двор в морозные месяцы превращался в каток, а по одной из его сторон строилась из дерева высокая гора, прилегавшая к самому дому. Во время многолюдных сборищ столовая дяди Сазара превращалась в раздевальню. Надлежало переменить до и после бегания на коньках обувь, надеть специальные шубки и шапки. Впрочем, кадеты, а за ними и правоведы, коих всегда было несколько, кузены зарудные приводили с собой целую ораву товарищей, щеголяли на морозе в одних мундирах. Обыкновенно коньки привинчивались или привязывались внизу, у самого катка, но некоторые виртуозы производили эту операцию наверху, и тогда было слышно, как они с грохтом спускаются по черной лестнице во двор, причем не обходилось без падений. К самым отчаянным конькобежцам принадлежал мой брат Коля, кадет. У него была даже слава настоящего чемпиона, так как он не раз получал призы на публичных состязаниях в Юсуповском саду. Пейзажный сад, разбитый в девяностых годах XVIII века к Варенге при перестроенном им же дворце Юсуповых на Садовой улице. Барышни были несравненно скромнее и боязливее. Они лишь изредка спускались на салазках с горы и тогда, как полагается, неистово пищали и визжали. Когда у дяди Сезара были только свои, то и я решался побороть свою опасливость и просил, чтобы меня одели для возни на дворе. Но и в таких случаях, шлепнувшись раза два носом, я предпочитал бегать по льду без коньков, держась за деревянное кресло на полозьях. Особенно же я любил, чтобы в этом кресле меня катала добрая Инна. Когда же на катке у дяди Сезара собиралось много чужих, то я предпочитал оставаться наверху и глядеть на эти потехи из окон. Особенно эффектное зрелище, плавно скользящих на фоне светлого снега темных силуэтов, становилось под вечер, когда зажигались фонари и плошки, от которых во все стороны, по льду и по стенам, протягивались и сплетались тени. Все представлялось особенно фантастичным благодаря такому безмолвию. Самое скольжение по льду не производило шума, но и голоса, и смех, и крики едва достигали моего уха из-за двойных зимних рам. Было ужасно весело, когда мне удавалось в барабане по стеклу привлекать внимание мальчиков и девочек. Они мне корчили гримасы, манили к себе, жестами срамили меня. Но что они при этом говорили и кричали, доходило до меня, как еле слышное бормотание. Мне было несколько стыдно оставаться в заперти. Но в то же время я утешался тем, что вот я, маленький, смотрю на весь этот праздник, как король или принц. Вообще во мне спортивных наклонностей не пробуждалось. Я был порядочным, неженкой, типичным маменькиным сынком, за что мне нередко попадало от моих более воинственных и мужественных братьев. Почти все до сих пор сказанное относится к ранним годам моего детства. Но и в позднейшие времена, до кончины дяди Сезара, у меня с домом его связано немало воспоминаний. Так я помню происходившие здесь очередные семейные обеды, на которые Бог знает, почему родители брали с собой и меня, и на которых я отчаянно томился. Мне не так уж нравилось все то, что на этих пирах подавалось, да и мое место за этим столом было незавидное, среди больших, рядом с мамой, откуда я не без зависти смотрел, как за другим столом, за Кацантишем веселилась молодежь. Некоторым вознаграждением служили напитки, шипучий мед, который наливался в затейливые стаканчики венецианского стекла и сладкое итальянское вино Асти с Пуманте. Памятный мне большой бал, а также экстраординарный домашний спектакль, состоявшийся у дяди Сезара, первый в 1878 году, а второй в 1882. Но об этом я буду говорить в другом месте. Не менее отчетливо, чем городской дом дяди Сезара и его квартира, запомнилась мне его дача в Петергофь. Незадолго до ее создания Кавоз доказал свое архитектурное мастерство постройкой больницы принца Ольденбургского. Однако свою дачу он не пожелал строить сам, а поручил это дело племяннику, моему старшему брату Альберу, только тогда окончившему Академию художеств. Больница принца Ольденбургского, ныне имени Раухфуса, сооруженная в 1869 году, стала первой в те годы крупной детской больницей. Вероятно, дяде Сезару захотелось поощрить своего юного родственника, и он предоставил ему полную свободу в сочинении проекта. Работы длились около года, и летом 1876 года дача на Золотой улице была готова и торжественно освещена. Надо отдать справедливость Альберу, он отличился отменно. Дача получилась не только самой значительной по размерам из всех, что были построены в Петергофе за последние 30 лет, но она была и самой из них роскошной и нарядной. Одновременно с главным жилым зданием позади него были сооружены службы с сараями для экипажей, с конюшнями на шесть лошадей, с прачешной, с комнатами для друзей и с квартирами для прислуги. Это второе здание было целиком деревянным и увенчивалось высоким бельведером в каком-то необычайном стиле, представлявшем собой смесь мавританских и русских мотивов. Сама же дача была наполовину каменная, в два этажа, над высоким подвальным помещением. Она была обнесена с двух сторон крытыми верандами, и кроме того, всюду, где только можно было, затейник Альбер украсил ее балконами разнообразной формы. В общем, строитель пожелал создать подобие итальянского ренессансного палаццо, но получилось нечто смахивающее на те проекты, которые появлялись тогда в немецких и французских журналах. Как бы там ни было, ансамбль не был лишен приятности и производил элегантные впечатления. Вероятно, обошлись эти постройки дяди не в один десяток тысяч рублей, зато он был вполне удовлетворен в своей склонности к великолепию. Существенным недостатком дачи было ее расположение на том участке земли, который дядя приобрел специально для нее. Непонятно почему, обладая таким обширным участком, выходившим на две улицы, решено было саму дачу соорудить близко к замыкающему ее со стороны золотой улицы забору. Пространство, оставшееся между домом и этой высокой оградой, было до того узко, что на нем, кроме площадки для крокета и двух цветочных гряд, ничего не уместилось. Необычайно широкая и высокая масса дачи давила и ту часть сада, которая тянулась по боковому фасаду, и тот проезд от двора до ворот, что был расположен по другую сторону. Зато двор получился просторным. Посреди него стоял столб для гигантских шагов, а недалеко от конюшни была устроена усаженная цветами горка, одно из любимых мест наших игр. Наконец, позади служб тянулся огород. Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и артишоками. Посреди этого огорода в круглом бассейне бил небольшой фонтан, и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из петерговских дворцовых фонтанов, однако это был все же фонтан, и я имел все основания им гордиться и им любоваться. К сожалению, в этом же бассейне потонул крошечный щенок, которого мне подарили и с которым я не уставал возиться целыми днями. Характерной особенностью дачи была та крытая веранда на столбиках, которая тянулась по двум фасадам на юг и на запад. На западной стороне дамы проводили дни за рукоделием, разговорами, как в хорошую, так и в дождливую погоду, наблюдая оттуда за тем, как молодежь в саду играла в крокет и другие игры. Непременными членами этих собраний были моя мама, старшая кузина Соня, англичанка миссис Кефф, иногда же к ним присоединялись мать и две дочери Лихачевы, а также другие знакомые, приезжавшие из Петербурга или проводившие лето в Петергофе. Веранда, выходившая на юг, была вдвое шире первой и служила столовой. Именно там в теплые дни устраивались большие парадные обеды. В комнатах, выходивших на эти веранды, было довольно темно, зато столовая и комната кузена Жени, выходившие во двор, были залиты светом. Наименее приветливую комнату дядя Сезар выбрал себе под спальню. В ней всегда царил мрак и пахло сыростью, она выходила на север и к тому же была затемнена близко стоявшими деревьями и полукруглым балконом на колоннах. Когда дядя не бывало дома, он на целые месяцы уезжал пользоваться водами и в Мариенбад, и в Карлсбад, «Любимой моей комнатой была угловая рядом со спальней, служившая дяде кабинетом. Мне нравились ее темно-зеленые стены и крытая зеленым штофом мебель». В гостиной рядом висела очень большая прекрасно писанная картина, одна из тех перспектив, считавшихся работами Антонио Канале, с фигурами Тьеполо, что некогда украшали дедушкин дом в Венеции. Занимаясь обязательными, очень скучными экзерсисами на рояле, стоявшим как раз под этой картиной, я утешался тем, что во всех подробностях разглядывал ее, как бы прогуливаясь по улицам и площадям этого вымышленного города и встречая по пути те странные фигуры, которыми его населил художник. Много лет спустя, когда эта же картина вместе со своей дружкой попала в столовую наших друзей Оливов, стоило мне во время какого-либо обеда взглянуть на эти столь знакомые башни и дворцы, и особенно на того всадника, который был представлен в несколько неуклюжем ракурсе, на самом первом плане, как в моем воображении, летнее утро восставало, полумрак дачной гостиной, и чудилось, будто я снова слышу те унылые нотки, что отбивали на клавишах мои детские пальцы. Другая перспектива парная к этой служила украшением верхней гостиной на даче, а третья принадлежала дяде Косте. При разделе наследства, оставшегося после смерти дяди, Петерговская дача досталась Инне, однако она ни разу не воспользовалась этим, и сначала сдавала дачу, а затем и продала ее. Узнав об этой продаже, я обеспокоился тем, что стало с любимыми моими картинами, и оказалось, что они по нерадению остались на даче как часть мебели. Тогда я стал приставать к кузену Жене, чтобы он обратился к новым обладателям дачи с предложением выкупить эти семейные драгоценности. Однако за это время владельцы успели узнать, что картины эти редкостные, и потребовали от Жени довольно крупную сумму. Когда же Женя через 20-30 лет пожелал с ними расстаться, я устроил продажу этих картин Оливом, и, наконец, я же постарался, чтобы вся роскошная обстановка Оливов была в первые годы революции превращена в художественно-бытовой музей. Когда этот интереснейший комплекс был раскассирован, наши мнимые канолетто попали в Эрмитаж. Однако тут они были переименованы и значатся теперь под более скромными именами Баталиоли и Дзуньо, что, впрочем, не мешает им оставаться прекрасными и высокомастерскими произведениями. Художественные коллекции, обстановка и убранство дома Олив были исключительными по ценности. Журнал «Старые годы» в апреле-июне 1916 года посвятил собранию ряд очерков, выпущенных затем отдельным оттиском. Собрание Олив Петроград 1916 год Общий обзор составлен Трубниковым. Старые портреты описаны Эрнстом. Убранство и обстановка Чемберсом. Фарфор – Тройницким. В июне 1919 года Управление Эрмитажа, действовавшее как учреждение музейного фонда, в работе которого активнейшее участие принимал Александр Николаевич Бенуа, возбудило ходатайство о регистрации собрания Олив и находившихся в одном с ним доме по Темкинской улице 9 коллекции Боткина, редкой старой мебели, фарфора и фаянса, картин русской школы живописи 18-го начала 19-го веков и Горчакова, полотен Роктова, Боровиковского, Каналетто, Лонги и других. По типу создававшихся в те годы музейным фондом домов-музеев или музеев быта во дворцах Строганова, Шереметьева, Бобринского, Юсупова и Шуваловой, в квартире Олив была создана выставка «Быта 18-го века», включавшая французскую мебель эпохи Людовиков 15-го и 16-го, люстры, жирандоли, картины Гюбер Робера, Буше, Каналетто, Тьеполо, Левицкого, Щукина, Рослена, Ванло и других, фарфор и множество иных антикварных предметов. В начале 1921 года выставка была уже открыта и действовала около полутора лет. Однако после осмотра домов-музеев выяснилось, что охрана их недостаточно обеспечена и они стали закрываться. Вещи передавались в Эрмитаж и Русский музей. Особенную прелесть придавала дача дяди Сезара необычайное количество цветов, за которыми ходил специальный садовник. И как же пахли все эти цветы! Особенно мне памятны с тех пор пряный запах гелиотропа, аристократический горьковатый резиды и сладко-дурманищий душистого горошка. Все эти божественные ароматы почему-то не пользуются фавором людей середины XX века, помешавшихся на том, чтобы цветы были как можно более пышны и красочны, и это хотя бы в ущерб их аромату. Здесь же все эти благовония сливались в настоящую симфонию, которой в начале лета присоединялся запах цветущей черемухи и сирени, а позже густой бальзамический дух липового цвета. Лип было много в саду дяди. И липами же был обсажен тот канал, что тянулся вдоль Золотой улицы и служил резервуаром для фонтанов Золотой горы и для морлийских прудов. Воспоминания о Петерговской даче дяди Сезара приобретают во мне особую остроту, когда мне удается вызвать в себе как помянутую симфонию запахов, так и все те звуки, которые в нее вплетались. Часть этих звуков были вульгарны и обыденны, часть даже довольно уродливы и назойливы, но на расстоянии все получало нежную мягкость и становилось элементами одного чарующего целого. С канала временами доносился яростный крик павшихся там гусей. И с казаром конногренадеров, расположенных за каналом, трубные звуки, зори и барабанная дробь. С соседних дач крики детей и скрип качелей. Иногда в этот концерт врезались крики разносчиков с цветами, с ягодами, с печеньями, а в тихие и несколько сырые вечера можно было различить топот лошадей по мосту, купеческой пристани и даже то, что играл придворный оркестр на музыке. На этом расстоянии, километров полтора, добираясь до нас сквозь густоту парковых рощ, аккорды Увертюры Вильгельма Телля или Рапсодия Листа приобретали особую прелесть. Последний раз я видел дядю летом 1883 года. И именно в той гостиной, в которой в предыдущие годы я брал уроки музыки и где висел большой каналетто. На сей раз я не гостил у дяди Сезара, а проводил лето у Альбера в соседнем с Петергофом Бобыльске. Я случайно забрел кузинам на Золотую улицу и тут узнал, что как раз с часу на час ожидается возвращение дяди Сезара из Мариенбада. Я застал в доме гнетущее настроение и из бесед домочадцев между собой понял, что дяде очень плохо, что он умирает. Мысль, что я сейчас увижу умирающего, приговоренного к смерти, и, вероятно, вовсе не желающего умирать человек, показалась мне столь невыносимой, что я даже не пошел к нему навстречу, когда в доме поднялась суматоха, означавшая, что дядя Сезар прибыл. Я сел за рояль и по своему обыкновению попробовал развлечь себя импровизацией. Но не успел я взять несколько аккордов, как услыхал приближение сложного шума, состоящего из стопота многих людей, говора, приказаний. Это вверх по лестнице со двора несли дядю, несли его в кресле преданный коммердинер Тимофей и кучер Ермолай. Позади шли мои кузины миссис Кеф и семенила своими крошечными ножками талябина. Дядя Сезар, исхудавший и изменившийся до неузнаваемости, сидел с ногами покрытыми пледом над головами других, и это прискорбное подобие триумфа медленно и осторожно продвигалось мимо меня в сторону кабинета. Не забуду никогда того взгляда, который дядя на миг остановил на мне, стараясь мне улыбнуться и произнося с необычайной для него нежностью слова «Здравствуй, Шуренька». О, эта страдальческая улыбка! Она не имела уже ничего общего с той, которая мне казалась надменной и которая чуть обижала меня. Это была бесконечно печальная улыбка человека, безвозвратно прощающегося с жизнью и сознающего щиту всего земного. Дядю живым я уже больше не видал. А когда через две недели я снова пришел на Золотую улицу, то дом был полон народу. Но не пировать на сей раз пришли эти гости, а пришли они проститься с тем, кого уже не стало. Стояла жара, но не дивными ароматами был полон воздух, а зловещим духом тление, которое не удавалось заглушить ни благовонными курениями, ни густыми облаками Ладана. Дети дяди Сезара, последовавшие за его гробом в Петербург, где состоялось погребение, если я не ошибаюсь, на Волковом кладбище, где были похоронены и отец, и дед дяди Сезара, не пожелали затем возвращаться туда, где еще только что жизнь для них была такой радужной и прелестной. Но хозяйственная талябина не могла перенести, что даром пропадут сокровища знаменитого огорода, и, помня, что я был лакомкой, любил малину и черную смородину, она распорядилась, чтобы хотя бы я мог воспользоваться этой роскошью. Вот мы, то есть я и мой закадычный друг Володя Кинт, запасшись огромной корзиной, отправились на на Золотую улицу, а через два часа работы на огороде дяди Сезара покинули его, столь нагруженные всякими плодами, что пришлось взять извозчик, чтобы добраться до дому, ибо ноша показалась не по силам. Таким образом, я в последний раз побывал на своем любимом огороде, но уже в качестве форменного грабителя. В последний же раз я увидал то пространство, что некогда было занято дядином огородом в 1924 году, когда я приехал в Петергоф для отбора картин из дворцов, достойных попасть в Эрмитаж. За все истекшие годы я много бывал в Петергофе и даже прожил в нем целых три лета, однако я всегда избегал заглядывать на Золотую улицу. Тут же меня одолело искушение взглянуть на место детских моих радостей. Лучше было бы этому соблазну не поддаваться. Картина, представшая передо мной, оказалась прямо-таки трагической. То место, что было отведено под Ковозский огород, расстилалось во всю шире, во всю длину, но ни малейших следов прежних бесчисленных грядок с их чудесными произрастаниями не осталось, и все поросло высокой сорной травой. Самой дачи тоже не существовало. Правда, курьезный павильон еще стоял, но, боже, в каком виде! Точно корабль, наскочивший на подводную скалу, здание раскололось пополам, и обе половины угрожающим образом накренились одна к другой, готовые каждую минуту окончательно рухнуть. Эта картина развала чего-то мне особенно дорогого была до того разительна, что подумалось, уж не заставила ли меня прийти сюда какая-то сила, нарочно, чтобы преподать особенно наглядный урок от щите всего земного. Однако, если это и было так, то урок пропал даром. Я по-прежнему остался верным поклонником прошлого, ревностным хранителем и собирателем старины. Перед тем, как покинуть этот зачарованный в моей памяти мир, мне хочется еще остановиться на нескольких обитателях дачи дяди Сезара. С одними из них я продолжал и впоследствии часто встречаться и общаться, другие же напротив после смерти дяди, как-то сразу исчезли из моего кругозора навсегда. Всего страннее, что такое исчезновение произошло и с обеими моими подругами, с Инной и с Машей. Попав под бдительную и ревнивую опеку своей старшей сестры Сони, они и после целого года строжайшего траура редко затем появлялись на семейных собраниях, да, пожалуй, Маша та и вовсе не выезжала. Инна вскоре затем вышла замуж за полковника Лошкевича, тогда как бедняжка Маша, болезненная, жалкая, почти совершенно оглохшая, не выдержала своего одиночества и угнетавшие ее тоски, и, поселившись в Неаполе, отравилась серными спичками. Ей было в это время не более двадцати пяти лет. Ее самое я уже не видал, так как привезенный из-за границы гроб ее стоял в Сергиевской церкви закрытым. Маша была маленького роста, худенькая, хрупкая, во всем своем облике необычайно трогательная, очень подходило к этому облику то, что она писала стихи, и некоторые из них, отличавшиеся при всей своей наивности неподдельным чувством, мне очень нравились. Поэтичная и столь трагично погибшая Маша Ковоз не была при этом какой-либо взбалмошной истеричкой, напротив, она была сама простота. И бывали дни, когда она была жизнерадостна, весела, и с нею чаще, чем с другими, случались приступы беспричинного, безудержного смеха. Была она и страстной любительницей чтения, чаще всего ее можно было видеть с книжкой в руках, но только, разумеется, в те годы, о которых я вспоминаю. Ей было не больше 14-16 лет. Не разрешалось барышням хорошего круга читать иное, нежели всякие скучные, нудные книги, английские и французские. Летом ее главной забавой был крокет, которому она отдавалась снистовством. Только она, да я, могли заниматься этой тогда модной игрой часов по пяти подряд и доходить при этом до полного одурения. Страстно предавалась она и бегу на гигантских шагах, единственному спортивному развлечению в те годы. Особенно любила Маша, чтобы ее заносили. Да и участники бега охотно производили с ней заноску, потому что легкой, как перышко, она взлетала выше всех и неслась по воздуху, как сельфида. Еще сближало меня с Машей ее поклонение скульптору Оберу, гостившему целыми месяцами у дяди на даче во флигеле под Мавритано русским бельведером. Об Обере речь будет впереди. Он занимает в моей жизни и в моем художественном развитии исключительное место, но здесь я все же упомяну хотя бы об его способности смешить молодежь. Самые скучные дождливые дни проходили на Золотой улице благодаря всяческим дурачествам милого Артюра в бурно веселом настроении. Обер ко всему находил какой-то остроумный шутливый подход и сам при этом первый веселился больше всех. Однажды вышла даже большая неловкость именно из-за нашей привычки вместе с Обером веселиться. Приехали к Кавосам с визитом две какие-то важные дамы и Соня принимала их в гостиной с подобающей церемонностью заставив и нас при этом присутствовать. И вот среди самых чинных скучнейших разговоров из угла где мы сидели с Обером раздалось сдавленное хихиканье перешедшее сразу в самое неприличное прысканье. Маша же задыхаясь от смеха принуждена была даже убежать в другую комнату. И попало же нам тогда и от Сони и от миссис Кэф и от моей мамы. Соня решила даже сделать внушение Оберу, который был лет на 20 старше ее и уже приобрел известность как выдающийся художник. Но Обер изобразил такое раскаяние и это в свою очередь было до того комично, что и Соня не выдержала и рассмеялась. Инна была самая миловидная из трех сестер. Она несколько походила на свою красавицу мать. Но было в ней что-то общее и с моей мамой. Я относился к ней как к сестре, но уже рано стал чувствовать ее женственную прелесть. И в данном случае поговорка, которую я не раз слышал, оказалась правильной. И я стал испытывать эту правильность на самом себе в отношении Инны. Я как-то по-особому замирал, когда находился в ближайшем соседстве с ней, и еще более, когда мог к ней прикоснуться. Это бывало, например, во время бега на поджане на гигантских шагах, или во время игры в горелки, когда доходила до нас обоих очередь, убегая от горящей, схватить друг друга и даже обняться. гиганты. Наконец, во время нашего пребывания в течение целого лета на даче дяди Сезара в 1881 году, я уже почувствовал нечто вроде определенной влюбленности, и в моем ребяческом воображении стали рисоваться сцены очаровательного счастья в обществе Инны. Но роман этот, точнее, намек на роман, не принял более определенных очертаний. А после смерти дяди мы и видаться с Инной стали редко. И никогда больше в той интимной обстановке, которая создавалась сожительством под одной кровлей. После ее замужества я не встречался с ней больше раза или двух в год, да и то только на каких-либо многолюдных сборищах, а там у Инны пошла размолвка с мужем, кончившаяся разводом и новым замужеством. Нашла ли Инна счастье со вторым мужем, из-за болезни которого она должна была жить годами в Швейцарии, я не знаю. Последний же раз я увидал свою подругу детства в 1916 году. Она неожиданно пришла посоветоваться со мной, стоит ли ее дочери заниматься искусством, нахожу ли я в ней талант. Она принесла с собой рисунки этой девушки, но я теперь не помню, что они представляли собой, и каков был мой ответ и мой совет. Запомнился мне только несколько официальный тон Инны, и то, что она обращалась ко мне на вы. Несомненно, таких же прелестных воспоминаний о годах, прожитых вместе, у нее не сохранилось. Кроме Маши и Инны, семья дяди Сезара состояла из старшей дочери Софьи и единственного сына Евгения. Если до сих пор я не говорил о них, то это не потому, что они не играли никаких ролей в доме, а потому, что они для меня представлялись уже принадлежавшими к разряду больших и старших. Впрочем, кузен Женя был само добродушие и благодушие. Он был закадычным другом моих братьев Люли и Коли, разделял их спортивные увлечения. Ко мне же он относился, если не свысока, то с несомненным безразличием, ведь между нами была разница в десять или двенадцать лет. Ближе я с ним познакомился и лучше оценил его, когда из каких-то соображений меня на время поместили в его прелестную комнату, всю увешанную портретами знаменитых скаковых лошадей, и тогда на сон грядущий он стал меня удостаивать небольшими беседами. Мне нравилось при этом полное отсутствие в Жене покровительственного тона и его обращение со мной мальчуганом одиннадцати лет как с равным. Напротив, главный недостаток кузины Сони в моих глазах заключался как раз в том, что она неизменно и недвусмысленно выражала свое какое-то превосходство над младшим поколением, и что она даже позволяла себе делать нам замечания в довольно обидном тоне. Теперь, когда я смотрю на все это издалека, познав по долголетнему опыту жизнь со всеми ее требованиями, мне кажется, что Соня справлялась со своей ролью сестры, заменяющей мать при сиротах, с тактом. Но в те дни я был мальчиком своевольным, до крайности избалованным и самолюбивым, и, естественно, должен был приходить в столкновение с теми, кому надлежало следить за порядком и ладом в доме. Хорошо воспитанная Соня никогда не выходила из себя, не вспыхивала раздражением и была очень равна и очень спокойна. Но от нее исходили запреты, и она же с явной укоризной молчала, когда не могла не сердиться на мои проделки. Мне не нравился и вообще ее гордый вид, прищуренный взгляд ее близоруких глаз, ее манера держаться, выражавшая, как мне казалось, большое самодовольство. Особенно меня злило, когда она в элегантной амазонке и с цилиндром на голове галлопировала на своем гнедом коне. Мне не нравился ее певучий, несколько томный в нос говор. Больше же всего меня огорчали подарки, которые делала Соня на елку, но об этом будет рассказано в своем месте. Жизненная судьба Софьи Цезаровны была в некоторых отношениях более счастлива, нежели судьба ее сестер. Она пользовалась отличным здоровьем и дожила до глубокой старости. Вышла Соня замуж согласно свободному выбору за известного в те времена врача Владимира Гавриловича Дехтерева, и ей удалось образовать в своем доме род литературно-художественного салона, в котором бывали всякие знаменитости, что, несомненно, льстило ее самолюбию. В ее нарядной гостиной, увешанной венецианскими зеркалами из палаццо дедушки и теми же портретами Беллоли, которые когда-то мне очень нравились в доме ее отца, я, например, слышал пение знаменитой Ферни Джерману и чтение стихов Маститова Полонского. Бок обок с поэтами и художниками восседали на прелестных стульях, крытых белым шелком, знаменитости русской адвокатуры и разные политические деятели либерального толка. Дехтеревские дети, три мальчика, росли, как все кавосята, прихорошенькими, и Софья Цезаровна ревностно следила за их образованием. Словом, со стороны глядя, все обстояло благополучно, во всяком случае, до того момента, когда она овдовела. Но была ли Соня и в самый свой цветущий период по-настоящему счастливой? Познала ли она истинную радость жизни? В этом я сомневаюсь. Трудно, например, себе представить, чтобы она, такая разборчивая и брезгливая, могла страстно и нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг, напоминавший видом вагнеровских первобытных героев, вроде Фафнера или Гундинга. Во всяком случае, вся наша родня относилась к этому Гаврилычу с иронией. И также относились к нему мои друзья Дима Философов и Сережа Дягилев. У Философова, впрочем, были на то особые причины. В студенческие годы Дехтерев был один из деятельных ревнителей освободительного движения и даже ходил в народ, сея среди мужиков семена того, что он и с ним несметные русские люди считали за самое доброе и святое. Он был в этой своей роли до того характерен, что удостоился даже быть изображенным в карикатурном виде в романе «Новь». Тургенев использовал при этом хвастливое признание самого Дехтерева, содержавшееся в одном из его писем Канне Павловне философовой, пересланном этой музой русского либерализма великому писателю в порыве ее восторженного увлечения Дехтерева. Дима же, философов, никаких увлечений матери не разделял и, напротив, питал к таким дилетантам революции непреодолимое отвращение. Последние мои встречи с кузиной Соней происходили уже в эмигрантской обстановке в Париже. От всей пышной роскоши не оставалось и воспоминания. Правда, ее старший сын имел обеспеченное положение в Лондоне, куда он и звал свою мать, но она предпочитала делить нужду со своим младшим сыном, безнадежным неудачником в Париже, где этот несчастный и покончил с собой в 1938 году. После этого София Цезаровна не имела смысла дольше оставаться во Франции. Она перебралась в Лондон и вскоре там умерла. Не могу пройти молчанием еще тех лиц, которые каждый по-своему предавали известную характерность дому дяди Цезара. То была экономка Талябина, англичанка миссис Кеф, кучер Ермолай и лакей Тимофей. Мне уже потому хочется сказать о каждом из них несколько слов, что именно к каждому из них я имел особенно близкое касательство. Самой замечательной фигурой из них была бесспорно не раз уже упомянутая Талябина, прозванная так моими братьями, когда они были детьми, но настоящее имя которой было Наталья Любимовна Гальнбек. Когда-то она состояла ключницей в нашем доме, но затем мама уступила ее своему брату, когда тот внезапно овдовев совершенно растерялся, дом остался без хозяйки, дети без материнского присмотра. Талябина же представляла собой поистине образец надежности во всех смыслах. С раннего детства я помню ее крошечной старушкой, почти карлицей, со смятым, как печеное яблоко, розовым личиком и настолько сутулой, что она могла сойти за горбунью. На голове почти лысой она носила старомодную черную наколку, одета же она была всегда необычайно опрятна, но незатейливый фасон ее платьев восходил по крайней мере к сороковым годам. Зимний ее туалет состоял из короткой шелковой кофточки на пуговицах и шелковой юбки без шлейфа, и того же покроя была ее летняя одежда, но материал был ситцевый. Несмотря на преклонные годы, Талябине было тогда уже за 70, и на внешнюю хрупкость Талябина никогда не болела и отличалась баснословной выносливостью и энергией. Без отдыха рыскала она своей бесшумной семенящей походкой в мягких башмаках из комнаты в комнату, вверх и вниз, по лестницам, обнаруживая свой дар вездесущности, особенно на даче, где она как-то одновременно следила и за приготовлением еды на кухне, находившейся в подвале, и давала уроки музыки немецкого языка, успевая посетить прачешную, сад и огород. При этом Талябина вставала с зарей, а ложилась позже всех, когда последний гость отбудет, а девочки поднимутся к себе в верхние комнаты. И все это она производила безропотно, без охов и вздохов, почти весело. Говорила она шепотом, что, однако, вовсе не подрывало ее авторитет. Эту маленькую старушонку все не только уважали, но чуточку побаивались, не исключая, пожалуй, даже самого строгого и важного дяди Сезара. Говорила эта природная немка почти всегда по-русски, но на таком странном жаргоне, что понимали ее только те, кто уже имел в этом опыт. Кроме занятий по хозяйству, присмотра за тем, чтобы весь порученный ей довольно сложный механизм работал без перебоев и задержек, Талябина успевала еще давать нам уроки немецкого языка и игры на фортепьяно. И как раз к самым сладко-меланхолическим воспоминаниям о даче дяди Сезара принадлежат часы, которые я переживал за инструментом под перспективой каналетто, рядышком с неумолимо педантичной и изумительно терпеливой Талябиной. С механической точностью отчитывала она шепотком такты и костлявой своей ручкой изредка стучала по крышке. О, эти томные музыкальные заседания в жару, в дурмане цветочных запахов, в окружении жужжящих мух и пчел! Как я ненавидел эти уроки музыки тогда! Моментами я принимался ненавидеть и свою неумолимую мучительницу! И как мне теперь подчас остро хочется очутиться на той скамеечке, на которой надлежало с подкладыванием двух томов иллюстрированных лондонских новостей сидеть за роялем. Увидать бы снова наяву освещенный зеленым отблеском деревьев зал, почувствовать и тот легкий, чуть кисленький запах, который шел от милой, чистенькой и усердной старушки, от незабвенной талябины. Если я ее и мучил порядком, то все же из бесчисленных учительниц своих я именно ее больше других почитал. У талябины были и свои очень странные причуды. Так, она до маньячества берегла хозяйское добро, и из-за этой ее скупости возникали домашние драмы. Однажды она чуть было не отравила весь дом, потому что не пожелала заменить подгнившую от жары дыню свежей, тогда как, чтобы купить эту свежую, надлежало сделать не более полсотни шагов до той знаменитой на весь Петергов колониальной лавки, что стояло на конце Конно-Гренадерского канала насупротив Золотой горы. Свежее масло также было редкостью на богатой даче дяди Сезара. Все благодаря экономической диктатуре талябины. Это не помешало мне, однако, объесться тортинками, с совершенно прогоркшим маслом. Даже хлеб к утреннему кофе подавался совершенно черствый, а то и с мухами, запеченными в тесть. Это потому, что талябина предпочитала покупать хлеб в какой-то захудалой булочной, в которой он стоил на грош дешевле, нежели у разносчиков, обслуживающих других дачников. Все эти чудачества талябины, если и не вызывали протесты, то прощались ей во имя ее уж очень добрых намерений. При этом надо сказать, что сама она вела совершенно аскетический образ жизни и питалась как птичка. В интимном кругу она восседала на верхнем конце стола, и ей принадлежала прерогатива разливания супа, когда же в доме были гости, то она оставалась в буфетной, следя оттуда за порядком сервировки. Кончила свою жизнь талябина на службе у Инны, когда ей уже было под 90 лет. Годы ее пребывания у дочерей дяди Сезара после его смерти омрачились всякими дрязгами между ней и миссис Кеф. Ненавидели эти особы друг друга от всего сердца. Но пока был жив дядя, взаимная их неприязнь не дерзала проявляться наружу. Когда же девушки остались одни, то один домашний кризис следовал за другим. Что-то окончательно возмутительное произошло однажды из зажаренной корюшки. Курушка, так выговаривала Талябина, которая что-то уж очень много наложила себе на тарелку англичанка. Драма эта через несколько недель осложнилась до того, что миссис Кеф предпочла покинуть дом. Однако и Талябина, недовольная тем, что ее своевременно недостаточно поддержали, не пожелала оставаться с Соней и Машей, а переселилась к Иннушке. Рассказ про скандал с корюшкой с тех пор стал ее любимой темой, что до слез Мишело Бера, который умел навести старушку на этот сюжет, продолжавший ее волновать даже тогда, когда и всякий след миссис Кеф в Петербурге простыл. Должен сознаться, что я при всей моей нежности крошечной талябине не менее ценил и любил этого самого ее врага англичанку. Впрочем, эта англичанка не была чистокровной британкой, а попала она в Европу из Бостона, к тому же при весьма странных и романтических обстоятельствах. Ее муж англичанин, но родом из России, скончался в молодых годах и перед смертью высказал пожелание быть похороненным на родине. Исполнение такой воли было в сущности немыслимо, но сознание своего вдовьего долга помогло миссис Кеф добиться своего, и, истратив на подкуп нескольких лиц из пароходной прислуги массу денег, она сумела таки перевести труп через океан в качестве своего багажа. Оставшись по совершении такого подвига совсем без средств, она перебралась в Петербург, где, благодаря знакомству с моим зятем, она и попала в семью дяди Сезара. Это плавание через море в обществе покойника придавала миссис Кеф в наших глазах романтический ореол, а ее фанатическая преданность католической церкви служила в глазах моего дяди ручательством ее моральных качеств, что, однако, не помешало ему поставить одним из главных условий требование, чтобы она отнюдь не пыталась воздействовать на религиозные взгляды, порученных ее воспитанию девушек. Дядя Сезар, так же, как и его брат Константин Альбертович, был убежденным либр-пансером, свободомыслящим, вольнодумцем, и если он не мешал детям посещать церковь, по матери они были православными, то все же строго следил за тем, чтобы никаким излишеством религиозного характера они не предавались. Доверие, которые оказал миссис Кеф дядя Сезар, она постаралась оправдать вполне, но, в сущности, она и не старалась, ибо у нее все естественно выходило мягко и тактично. Дама она была уже не молодая, не красивая, с горбатым римским носом, выдержки образцовой и в то же время очень сердечная. Не будь ее глупейших распри с Толябиной, никто из нас не узнал бы, что она вообще может питать недобрые чувства. Уже до того, как я стал пользоваться обществом миссис Кеф и практикой с ней английского языка, я кое-что понимал и читал по-английски, но я почти не говорил по-английски. Напротив, проведя летние месяцы 1879-80-81 годов на даче дяди Сезара, я приобрел в общении с миссис Кеф такую беглость в изложении своих мыслей по-английски, что не только мог участвовать в беседах, ведшихся на этом языке, но мог и писать по-английски письма, как моим кузинам, так и той же гувернантке, письма, приводившие эту добрую даму в восхищение. Мой дорогой Шура, ты такой умный мальчик, писала она мне в ответ. Но нужно прибавить, что никто так не умел завести разговор и не давать ему иссякнуть, как именно миссис Кеф. Говорила она отчетливо, не слишком скоро и без тех вульгарных гримас, которые и сейчас в моде у американцев даже хорошего общества. Американизм в ее произношении сказывался только в своеобразном произношении некоторых слов, и что «в» она к великому негодованию Матвея Яковлевича выговаривала почти как «д». Но она сама каялась в дефектах своего произношения и следила, чтобы мы их не перенимали. Что же касается стиля ее изложения, то он не был лишен известной живописности, а юмор ее так и искрился. Вообще, миссис Кеф вовсе не напоминала классических чопорных сухих гувернанток, а потому все дети, попадавшие в ее круг, быстро привязывались к ней, да и она несла свою подчас не очень легкую службу не как обузу, а как бы своего рода светское развлечение. Самые книжки, которые она читала нам или давала читать, были всегда очень милые, забавные и не страдали той шаблонной приторностью, которая часто портит детскую литературу. Но почему-то она недолюбливала Диккенса, да и вообще предпочитала американских авторов. Иные и как раз очень страшные рассказы Эдгара По я узнал из ее живых несколько измененных пересказов, но о том, что это были именно произведения По, я не имел понятия. Иной такой рассказ длился часами, и в осеннюю пору, когда в наступившей на дворе тьме бушевал ветер и по окнам хлестал дождь, эти повествования приобретали особую силу. Под час нам становилось до того жутко, что никто не решался один пройти хотя бы в соседнюю комнату. Я и заснуть после таких рассказов не мог, иначе, как при непременном условии, чтобы дверь моей комнаты оставалась открытой в смежную спальню Инны и Маши. И уже лежа в своих постелях, мы перекрикались, отчасти, чтобы придать друг другу смелости, отчасти, чтобы вспомнить еще какую-либо подробность. Со строго педагогической точки зрения такая система должна казаться предосудительной, но для практики английского языка она приносила несравнимую пользу. После смерти дяди Сезара миссис Кеф недолго жила с моими кузинами, и это несмотря на всю их любовь к ней. Не только одни недоразумения с Толябиной заставили ее покинуть их дом. Уступая необоримому увлечению, она переселилась в Лурд, откуда первое время она нам писала довольно часто, приглашая и нас приехать, чтобы убедиться, какие чудеса творит вера и в наши дни. Лурд, городок на юго-западе Франции, согласно местной легенде, в находящемся там гроте Муссавьель в 1858 году появилась Божья Матерь, из-за чего город сделался популярным центром паломничества верующих. Собраться мы не собрались, но случилось так, что однажды миссис Кефф, живя в Лурде, оказала нашей семье некоторую услугу, а именно через нее были наведены справки о тех испанских корреспондентах, которые в письмах к моей сестре Кате неожиданно объявили себя представителями каких-то родственников Лансере, оставивших после себя миллионное наследство. Надлежало только выслать известную сумму денег для некоторых формальностей, причем надлежало хранить все это в абсолютной тайне. Моя сестра попалась на эту приманку и переслала по сообщенному адресу какого-то священника несколько довольно крупных взносов. «Когда когда никаких миллионов из Испании в ответ не прибыло, не прибыла и та сиротка-племянница, воспитанием которой должна была заняться моя сестра, то у нас зародилось подозрение. Не кроется ли под всем этим мошенничество? Об этих подозрениях мы сообщили миссис Кеф, она же потрудилась поехать в Мадрид, и по наведенным там справкам выяснилось, что наша бедняжка Катенька сделалась жертвой самой банальной и прямо даже классической проделки, известной под техническим названием «испанское наследство». С течением времени письма от миссис Кеф стали приходить реже, они все более пропитывались специфическим лурдским духом, не встречавшим в нас живого отклика, и, наконец, переписка с ней прекратилась вовсе. Третьим из второстепенных персонажей в доме дяди Сезара мне хочется назвать кучера Ермолая. Пусть тени Талябины и миссис Кеф не оскорбятся соседством с таким мужиком, но так оно сложилось в моей памяти, на что имеются и настоящие основания. Стоит мне заглянуть в эту часть милого прошлого, как тотчас предо мной выступают топчущиеся по комнатам старушек Талябина, или восседающие на веранде миссис, или, наконец, расхаживающие по двору богатырская фигура Ермолая Ивановича. Ермолай не был заурядным бон-мизонным кучером. От бон-мизон из хорошего дома. А был настоящей знаменитостью, красой и гордостью всего Петергофа. Недаром императорская придворная конюшенная часть подсылала к нему вербовщиков и пробовала его переманить на царскую службу, суля ему даже честь возить самого царя батюшку. Ермолаю больше нравилось состоять при особе Кесаря Альбертовича. Да и относились к нему все в доме с каким-то особенным почтением, вроде того, как, скажем, меломаны относятся к исключительным артистам. Зная себе цену, он благосклонно принимал поклонения и все же никогда не задирал носа и был всегда любезен и почтителен. Лишь изредка, раза два в лето, Ермолай напивался до беспамятства и тогда уже не показывался, а валялся у себя в квартире под бельведером, охраняемой своей акулиной. В описываемые годы Ермолаю было лет сорок. Рост он был большого, сложения могучего, с широкой, вечно улыбающейся физиономией, с черной окладистой бородой и с такими же маслом помазанными и под скобку подстриженными волосами. Операцию этой стрижки производила сама его супруга, для чего клался на голову горшок из-под каши, по краю которого она и обрезала торчащие волосы. Богатырь при этом сидел, не шелохнувшись, жмурясь от блаженства. Было, впрочем, в Ермолая два человека. Один был домашний, или, так сказать, закулисный, без грима и костюма, и это был видный, но все же довольно обыкновенный мужик в бархатной жилетке, из-под которой торчали рукава розовой рубашки. Этот Ермолай не гнушался того, чтобы скрести и чесать лошадей, мыть с помощью конюха экипажа и сбрую, убирать солому в стойлах. Этот же Ермолай припотешно беседовал с лошадьми, поругивал или похваливал их. Походка у него была вовсе неважная, чуть в развалку, а когда он выпивал лишнее, то становилась она и вовсе валкой ковыляющей. С видом крайнего смущения и полной покорности Ермолай выслушивал выговоры и распеканца и талябины за какую-либо провинность, и странно было видеть ее крошечную фигурку перед этим стоящим в сагбенной позе исполином. Но был и другой Ермолай, не простой смертный, а существо высшего порядка, удивительно раздававшийся в своем объеме благодаря подложенным под его армяк подушкам, что, однако, не мешало ему с изумительной легкостью взбираться на высокие козла. Да и подвластные ему лошади при одном легком шлепке вождей, сжатых в белых перчатках этого сверхчеловека, превращались из обыкновенных тварей в картина подобных коней. Они поводили ушами, крутили шеями и прелестно пританцовывали, исполняя серетивого настроения. И повезет такой полубог свою колесницу с господами на музыку, где надлежало стать в ряд с другими экипажами. А то покатит он их в рамбов, как называл он Арненбаум, или по английскому парку, и выходило, что настоящий господин или герой именно он, а те, что сидели за его спиной в открытом лондо, вроде как бы только его подручные. Хорошо было катить под ритом дружно и ровно цокающих копыт, а захочет Ермолай показать удаль, то слегка только причмокнет или в полголоса крикнет, и уж мчимся мы вихрем, обгоняя всех, и даже великокняжеские экипажи, что в сущности не полагалось. В 1881 году, в первое лето после воцарения Александра Третьего, чуть ли не на каждом перекрестке парка были расставлены конвойные казаки. И вот завидят такой конной часовой нашу коляску и приготовятся к тому, чтобы отдать честь, принимая сидящих в ней завгустейших особ. Нас эти ошибки очень забавляли, особенно льстило моему ребяческому тщеславию, что меня, все благодаря Ермолаю, принимают за государя-наследника. с подавающей величаво милостивой улыбкой и я кивал опешившему казаку, старавшемуся справиться с приплясывающим конем и приложить руку к папахе. И что же, этот колосс, этот полубог оказался более хрупким, нежели карлица Талябина. Не прошло и десяти лет с этих наших торжественных выездов, как Ермолая отвезли на кладбище. Уже кончина любимого барина его потрясла в чрезвычайной степени, а через год наследники объявили ему, что они больше не нуждаются в его услугах. Барышни Ковоз сочли благоразумным избавиться от лишнего штата, дабы получить возможность, когда вздумается уехать за границу, а Евгений Цезаревич тот вообще не был охотником до помпы, а к тому же женившись, и он отбыл в чужие края, где по своей беспечности сильно порастряс отцовское наследство. К чему тут было держать такое чудо-юдо? Ермолай с горя запил, а там, глядишь, у этого Геркулеса обнаружилась чахотка, превратившая его через несколько месяцев в жалкую тень. С Ермолаем никак не мог тягаться бледный и спитой худенький коммердинер дяди Сезара Тимофей. Но и ему мне хочется посвятить хоть несколько слов, не лишенных доли благодарности. Я очень ценил этого тихого, услужливого, богобоязненного человека с грустным, несколько стертом лицом. Бог не одарил его невыгодной наружностью, никакими либо особыми, приличествующими его роду деятельности талантами. Его способности не шли далее толкового служения за столом, образцовой чистки сапог и платьев, содержание всего барского имущества в порядке. Но все, что делал Тимофей, было полно чего-то достойного и успокоительного. Он презирал суету и излишнее усердие. В нем было много и других качеств, много здравого смысла. С ним приятно и полезно было поговорить. Он и на чаи брал без всякой униженности, благодаря за них, как подобает человеку их заслужившему. Если Ермолай я охотнее всего представляю себе восседающим олимпийцем на козлах, то Тимофея вижу склоняющимся в утренний час надо мной со словами «Пора вставать, Шуренька, все уже за кофеем сидят». Он же с ласковой улыбкой предлагал мне вторично отведать какого-либо любимого блюда, вроде ракового супа или пудинка под сабаионом, сладкой подливкой, соусом. Тимофей еще долго оставался при моих кузинах. В этом тщедушном и печальном человеке оказалось больше жизненных сил, нежели в его веселом и великолепном сослуживце. Глава двадцать первая Дядя Костя Кавоз Перечитывая свой рассказ о дяде Сезаре, я замечаю, что очень мало говорю о нем самом. Но это объясняется тем, что он скончался, когда мне было всего тринадцать лет, и когда в сущности он как-то проходил на горизонте всего того, из чего составлялась моя жизнь. Кроме того, в течение даже тех месяцев, которые мы проводили у него на даче, он подолгу отсутствовал, уезжая летом за границу, напротив, о дяде Косте, о нем самом, я имею рассказать гораздо больше, так как он вполне вошел в мою жизнь, и, повзрослев, я мог в течение нескольких лет лучше изучить его, оценить и полюбить. Но характеристика и его не будет каким-либо всесторонним исследованием, а передаст лишь мои отроческие и юношеские впечатления о нем. Константин Альбертович Ковоз был вторым братом моей матери, года на два старше ее. Молодым я его уже не застал, помню же я его с самого раннего детства и до его кончины в 1890 году, все в одинаковом, не менявшемся облике маленького сухонького господина с длинным прямым носом, с черными короткими усами на бритом лице и с черной без проседи волной хорошо приглаженных волос. Он не был щеголем, вроде своего брата Сезара. Он скорее предпочитал придавать своей наружности некоторую стушованность, но он все же всегда был одет безукоризненно. Только воротничок рубашки он повязывал черным бантом а-ля лавальер, и эта одна деталь придавала ему некоторый оттенок художественности. Кроме того, от него всегда пахло утонченными духами, что было редкостью среди мужчин. Держался он несколько сутуловато, ходил же дядя Костя удивительно размеренной походкой, ступая вывернутыми наружу носками. Была у него и своеобразная манера здороваться с меньшей братьей и сестрой. Он подавал нам на французский манер левую, а не правую руку, и одновременно подставлял свою гладкую выбритую щеку для поцелуя. Однажды, лет восьми, я позволил себе при этом довольно безвкусную шутку. Вместо того, чтобы поцеловать щеку дяди, я ему тоже подставил свою, и обе щеки стукнулись. Дядя только усмехнулся, но долгое время после того он, здороваясь, отстранял меня рукой на значительную дистанцию, не допускавшую совершение ритуала, что я принимал не без огорчения и обиды. Вообще, я, дядя Костя, чуточку учуждался, но совершенно в другом роде, нежели я очуждался дяди Сезара. Дядю Сезара я по-настоящему боялся, а порою, обижаясь на его замечания, принимался даже его ненавидеть. Дядя Костя не переставал быть для меня милым дядей, и я питал к нему известную нежность, но эти чувства я хранил про себя и с такой примесью почтения, которая исключала всякую пламенность. Позже, в отроческие годы, я даже вздумал во многом подражать дяде Косте, заговорил его размеренной речью, начал выступать, выворачивая носки. Глупее же всего то, что, подражая ему, я стал горбиться. Мою сутуноватость следует в значительной мере приписать такой имитации импонировавшего мне образца, ведь вообще зачастую в аналогичных случаях атовистические побуждения руководят детьми. Воображая, что во мне больше кавосских элементов, нежели унаследованных от семьи Бенуа, я именно в дяде Косте видел квинтэссенцию кавоссизма, и именно это меня пленило. По месту своей службы дядя Косте считался дипломатом, но я должен это слово поставить в кавычки, потому что в сущности он был просто чиновником Министерства иностранных дел, где, впрочем, он дослужился до чина тайного советника и до аннинской ленты через плечо. Чисто же дипломатических миссий он не получал, но, состояв в продолжении многих лет присяжным переводчиком и будучи посвящаем в иные и очень сокровенные тайны международных отношений, он и сам носил на себя отпечаток чего-то таинственного, почти заговорщического, что вообще подходило к дипломатическому стилю тех дней. Дядя Костя и шутил и смеялся так, как тому учила школа Меттернихов и Горчаковых, всегда с каким-то загадочным видом, давая почувствовать, что за тем, что сказано, кроется более значительный смысл. Смеялся он не громко, а как-то про себя, чуть хмыкая и лукаво при этом оглядываясь, как будто он остерегался, чтобы его слов или его смеха кто-нибудь не подслушал. Смеялся он, впрочем, редко, зато улыбался часто и опять-таки с видом, что под улыбкой следует подразумевать нечто колючее и язвительное. Эта вольтеровская улыбка имела свойство особенно раздражать его брата Михаила Альбертовича, убежденнейшего либерала и гуманнейшего идеалиста. Сам же дядя Костя исповедовал взгляды, приличествующие взглядом государственного человека. В людскую доброту и добродетель он абсолютно не верил, в международных дружбах усматривал один материальный интерес, во внутренних мероприятиях стоял за крутые меры. Он был усердным читателем голоса и нового времени, иные грубые, но талантливые фильетоны и пасквильные пародии Буренина доставляли ему особенное удовольствие. Голос 1863-1884 Петербургская ежедневная газета умеренно-либерального толка, враждебная по отношению к революционному движению. В описываемые годы издавалась под редакцией Бильбасова. Новое время 1868-1917 ежедневная газета консервативного и националистического направления, издававшаяся с 1876 года Суворином. Газета обрела скандальную известность, в частности, благодаря фильетонам Буренина, реакционным по оценкам и обывательски злобным по тону. Среди же исторических фигур он особенно почитал Тьера, Бисмарка, питая некоторую слабость и к Наполеону Третьему. Как почти все в нашей семье, дядя Костя был завзятым западником, тогда как ко всему характерно русскому, он относился скорее пренебрежительно, а подчас и с нескрываемым презрением. Русское государство он чтил, русскую культуру готов был терпеть, но русский стиль он ненавидел, будь то в обыкновенном быту, в произведениях искусства или в проявлениях государственной власти. Так мягкосердечие, растерянность и непостоянство Александра Второго были ему противны. Всякая расхлябанность, несдержанность в чувствах, способствующая созреванию опасных непоследовательностей в людях, стоящих у власти, он клеймил как особенно тяжкие грехи. Корсет моральный и политический казался ему первым условием человеческого благополучия. Впрочем, он не столько заботился о благополучии, сколько о порядке, о порядочности, о джентльменской выправке, о возможности сосуществования отдельных людей и целых народностей благодаря взаимной корректности и хотя бы фикции взаимного уважения. В русском театре дядя Костя бывал в исключительных случаях и тогда умел оценивать отдельные таланты и сочность всего ансамбля, не впадая при этом в какой-то патриотический преувеличенный восторг. Вообще же русскому театру он, безусловно, предпочитал иностранный. Во французском Михайловском театре у него была абонементная ложа, и, несмотря на занятость, он пропускал редкий спектакль, тонко разбираясь в достоинствах и недостатках исполнителей. А о самих же драматических произведениях он обыкновенно не высказывал суждений. Мне кажется даже, что это его как-то мало касалось. Театр был для него тем, что для другого бывает спорт, и чем для него же самого служила карточная игра, каким-то развлечением и отдохновением. Он был особенно силен в винте, которому он посвящал в английском клубе несколько вечеров в неделю. Вообще Константин Альбертович находил удовольствие в том, когда комбинации слов, положений, чувств, да, пожалуй, и взаимоотношения звуков и красок складывались в стройный порядок. Всякое нарушение его, всякое столкновение, всякий неразрешенный диссонанс вызывали в нем досаду, а иногда и гнев. В его гневности, в его горячности, не так уж редко прорывавшихся наружу через весь меттерниховский и толерановский стиль, сказывалась итальянская основа его характера. Я, впрочем, не думаю, чтобы такие прорывы происходили у него на службе или на заседаниях тех банков и компаний, в которых он был директором или членом правления. Зато довольно часто эти взрывы получались за семейными обедами, когда после супа появлялся вечно опаздывавший его единокровный брат, дядя Миша Кавоз, и в порядке дня ставилась какая-либо животрепещущая тема, часто им самим припасенная специально для этого момента. Пока дядя Миша догонял других и молча ел традиционную минестру аль ризо, дядя Костя только лукаво взглядывал на него, пряча за пазуху острие своего оружия, но уже за рыбой перчатка оказывалась брошенной и подхваченной. Впрочем, не всегда спор зажигался сразу. Иногда он разгорался со значительным опозданием, но и в таких случаях атмосфера семейного симпозиума насыщалась особенным электричеством, которое затем разряжалось настоящей, нелишенной патетичности грозой. Перепалка между дядьями достигала высшей напряженности за десертом, и уже оба антагониста с яростью кричали друг на друга, причем моя мама то и дело в ужасе восклицала «Костя, не горячись, тебе это вредно». Особенно запомнился мне тот жестокий спор, что возник по поводу национальных похорон, устроенных в Париже Виктору Гюго 1885 год. Дядя Костя не находил слов, чтобы клеймить такое безвкусное преувеличение. Эту нелепую в его освещении эффектность, с которым Франция почтила своего великого человека. Впрочем, он лично не любил Гюго, а памфлет его по адресу Наполеона Маленького он прямо считал гнусным поклепом. Памфлет «Наполеон Маленький 1852 год», написанный Виктором Гюго в «Изгнании» и направленный против Наполеона Третьего и осуществленного им государственного переворота. Напротив, дядя Миша почитал Виктора Гюго и всю его, пусть и напыщенную, но все же вдохновенную проповедь свободы, душевного благородства и так далее. Виктором Виктором Нравился мне и специфический итальянский характер таких турниров. Дядя Костя, имевший в себе одну итальянскую кровь, без примеси иной, если и не произносил никаких панигирик в честь Италии, и в частности итальянского искусства, то все же стоял на страже того, чтобы его Италию не задевали и не оскорбляли. Напротив, возможно, что в дяде Мише говорила значительная примесь русской крови и немного немецкой, так как мать бабушки была немка, и благодаря этому он не только не выступал паладином Италии и всего итальянского, а был склонен разделять общее тогдашнее мнение о безнадежном упадке этой страны. И на подобные темы была истрачена обоими братьями баснословная масса пламенности, в особенности, когда дело касалось итальянской музыки и итальянской оперы. Но тут однажды произошел и инцидент, очень неожиданно прервавший спор. Бабушка Ксения Ивановна, возмущенная в своем итальянском патриотизме, несмотря на то, что в ней не было и капли итальянской крови, швырнула через весь стол салфеткой в своего сына, приняв со всей ей присущей пылкостью сторону своего пасынка, причем она свой жест сопроводила на самый российский манер возгласом «Молчи, дурак!» дядя Миш по поводу какого-либо вопроса, как к авторитетному специалисту. Но и подобные заключения отца, высказываемые в его обычном мягком тоне, выслушивались без особенного внимания, так как комбатанты спешили вернуться на поле брони. Комбатанты противники. Папочка не успевал сообщить требовавшуюся справку, как уже оба они, стуча пальцами по скатерти и стараясь перекричать друг друга, с прежней яростью возобновляли свои доказательства. В этих же спорах обоих дядьев принимали иногда деятельное участие мой зять Женя Лансере и его закадычный друг Зозо Рассоловский. Кузен Сережа также получил право голоса, но лишь после того, как он окончил правоведение. Рано овдовев, дядя Костя поручил воспитание единственной дочери Ольге, своей свояченице Екатерине Анжеловне Кампионе. Эта дама, хоть и носила итальянскую фамилию, однако принадлежала к совершенно обрусевшей семье, к тому же исповедовавшей православие. Тетя Катя Кампионе была маленькая, смуглая, очень некрасивая женщина с некоторыми замашками благожелательной важности. Улыбка не сходила с ее сжатых губ, а руки были всегда скрещены на животе под удивительно мягким и теплым оренбургским платком. Все это вместе придавало тете Кате приятную уютность. Лучшими месяцами своего существования она почитала те, что проводила на водах, преимущественно в Киссингене и в Мариенбаде, где она сводила весьма лесные знакомства и где она, несмотря на некоторую щекотливость своего положения, могла сходить за барыню неоспоримо лучшего тона. В Петербурге она вела замкнутый образ жизни, но замкнутость это не носила какого-либо предосудительного характера. Правда, ни для кого не было тайной, что тетю Катю с дядей Костей связывают не одни только отношения, получившиеся вследствие того, что она заменила Оле ее покойную мать. Но эта узурпация произошла так давно, сожительство этих двух уже далеко не молодых людей носило столь корректный характер, что никому не приходило в голову их за это упрекать. Только как раз со стороны дочери дяди иной раз возникали довольно гневные упреки, переходившие в бурные объяснения. Но эти скандалы бывали только в первые годы после выхода Ольги из института, да и они происходили в самой строгой интимности, я же узнавал о них, потому что обе стороны обращались затем к моей маме, которой удавалось мирить отца с дочерью и заставить последнюю идти с повинной к воспитавшей ее, не без труда и некоторых жертв тетушки. Вообще же, тетя Катя участвовала в общей нашей семейной жизни на самых почетных началах. И папа, и мама относились к ней с такой же Впоследствии тетя Катя сделалась почти нашей ежевечерней гостьей. Благо для этого стоило ей перейти площадку парадной лестницы, на которую выходили двери квартир и нашей, и ихней. Вообще полное сближение обеих семей стало возможным с тех пор, как дядя Костя переселился в наш дом. До этого он занимал казенную квартиру в доме Министерства иностранных дел на Большой Морской. Эта квартира была в верхнем этаже, выходила окнами во двор и не была особенно привлекательной. В моем детском представлении она уже и вовсе не казалась парадной, потому что у мамы в ее частых посещениях брата и тети Кати выработалась довольно странная привычка. Мы попадали туда не через парадный вход, а через наполненную чадом кухню, где хозяинчила толстенная и малоаппетитная кухарка Васильевна. Каким образом могла сложиться в те совершенно нормальные времена такая ненормальная привычка, я не сумею объяснить. Возможно, однако, что тут действовала просто всегдашняя деликатность мамочки, нежелание заставлять эту самую Васильевну кухню. Других прислуг в те времена у дяди не было бежать на своих распухших ногах по длинному коридору к парадной двери, а существование которой я даже и не подозревал. Ход же через кухню по моим понятиям означал некоторое убожество, и именно впечатление какого-то убожества я и выносил из моих посещений дяди Кости, несмотря на то, что комнаты у него были увешаны картинами и уставлены вовсе не бедной мебелью. Вследствие того же у меня в те времена образовалось отношение к дяде вроде как бы к бедному родственнику. Надо прибавить, что в этом обиталище дяди Кости царила для меня в особенности убийственная скука. Ведь кузина Оля, воспитывавшаяся в Смольном институте, никогда, кроме как на рождественские праздники, не приезжала домой, и мне приходилось коротать целые часы в обществе мамы и тетушки. Мама брала меня с собой специально для прогулки, чтобы я подышал свежим воздухом, а я в данном случае повиновался и шел безропотно, так как путь наш лежал через морскую, а там меня притягивала огромная роскошная витрина магазина Кумберга, типа позднейших универсальных магазинов, и еще более того, что было выставлено на супротив в низеньких окнах иностранного магазина, где всегда на прельщение младшего поколения бывали расставлены оловянные солдатики и всевозможные игрушки, сущий рай для детей. Насладившись лицезрением этих чудес, надлежало затем лезть на четвертый этаж по довольно темной лестнице, с тем, чтобы попасть в объятия толстухи Васильевны, неистово принимавшейся меня чмокать в обе щеки, что я ненавидел пуще всего, а там, вслед за этим обрядом, приходилось провести в томительном бездействии часа два, пока обе дамы не переберут все интересующие их темы. Самого дяди Кости при этих дневных посещениях не бывало дома, так как он находился на службе. Меня несколько притягивал письменный стол в кабинете дяди, весь уставленный бронзовыми статуэтками, среди которых особенно меня пленяли два пресс-папье с изображениями Петра Великого. Одно из них в миниатюрном воспроизведении знаменитого памятника Фальконета, другое изображавшее Петра, спасающего гибнущих на Ладожском озере. Однако мне строго было запрещено до чего-либо дотрагиваться или что-либо сдвигать с места. И вот однажды именно в этой скучнейшей квартире дяди Кости передо мной открылся целый неведомый мир. Меня уже давно интриговал деревянный ящик с двумя круглыми стеклышками на покатой крышке, что стоял в столовой перед окном. Однако тетя Катя Кампионе каждый раз, когда я спрашивал, что это такое, отводила мое любопытство разными предлогами. Она, видимо, опасалась, как бы я, не дай бог, не попортил этой вещи. Но однажды, желая от меня отвязаться и меня чем-либо занять, она посадила меня на высокий стул перед ящиком и пригласила взглянуть через стеклышки во внутрь ящика. И тут-то я мгновенно застыл от восторга. Передо мной на зеленом кресле, свернувшись калачиком, покоилась чудесная киска. Она спала сладчайшим безмятежным сном. Каждый волосок ее серого с очаровательной правильностью разрисованного меха отделялся один от другого, составляя все же в целом одну сплошную восхитительно заманчивую поверхность, а под носиком киски торчали, как тончайшие хрустальные прутики, длинные усы. Один вид зажмуренных глаз говорил о тех роскошных сновидениях, которыми упивался этот очаровательный Васька, и которые вызывали на его сомкнутых устах рот блаженной улыбки. Вообще, всякий представитель и всякая представительница кошачьей породы вызывали, да и по сей день вызывают, во мне своеобразный восторг. А тут этот кот был тем более пленителен, что он был недоступен, что его нельзя было погладить и разбудить, что он имел в себе что-то сказочно зачарованное. Вот лежит тут под носом, спит, чуть что не дышит, а все же это только так кажется, и если захочешь тронуть, то под рукой окажется одна лишь наклеенная на картон бумажка фотографии. Самое замечательное, что мой восторг от этого единственного в своем роде кошачьего портрета не остыл до самого сегодняшнего дня. Благодаря щедрости моего брата Михаила, унаследовавшего многое из имущества дяди Кости, я впоследствии стал обладателем этой спящей киски, снятой и отпечатанной еще в те дни, когда Францией правил Наполеон Третий. Эту картинку я захватил с собою в эмиграцию, и она до сих пор тешит меня иногда своим олицетворением блаженного покоя. Но, кроме кота, волшебная коробка дяди Кости содержала массу интересного. Тетя Катя научила, как нужно медленно вертеть ручку, вставленную в бок коробки, чтобы перед взорами проходили всевозможные изображения. Вслед за котом я увидел и чужеземные города, Париж, Рим, родную Венецию, пальмы Египта и льды глетчеров, чего-чего только не оказалось в этом удивительном ящике. Наглядевшись досото одной картинкой, я вертел ручкой, и тогда картинка проваливалась куда-то в неведомое, а вместо нее возникала откуда-то другая. Пока новый сюжет был только в пути, он казался плоским куском картона с двумя одинаковыми изображениями, а когда он вставал на нужное место, то обе эти картинки вдруг сливались в одну, и тут возникали передо мной не картинки, а сущие правда. Именно эта правдивость доставляла мне безотносительно к сюжету и в силу одной своей чудесной иллюзорности неописуемое наслаждение. Теперь я уже не докучал маме и тете все учащавшимися вопросами, когда же мы пойдем домой. Я оставался час и более в молчаливом оцепенении, не уставая разглядывать то обледенелые стенки ходов, проделанных в снежных завалах, то какую-либо тирольскую деревушку, каждый домик который делился и лепился с удивительной отчетливостью. Одна из картинок изображала накрытый для чаепития стол, за которым сидели дети. Приятная дама с гладкой прической, вроде тех, которые еще носили тогда дамы постарше, грозила пальцем девочки, вылета, похожей на одну из моих кузин, тогда как другая с видимым наслаждением опрокидывала чашку в рот. Третья девочка в чем-то провинилась и в наказание ее поставили к стенке в смешном колпаке на голове. Еще одна картинка мне полюбилась чрезвычайно. Она изображала столь значительный в детской жизни момент укладывания спать. В слабо освещенной, уставленной кроватями комнате мама наблюдала за тем, чтобы ее дочки отдали перед спаньем известную дань природе. Одна уже сидела на горшочке, другая постарше, в ожидании своей очереди, стояла рядом, подобрав юбки. Все это мне оказалось выхваченным из нашей же жизни. Причем, разумеется, ничего предосудительного мне в голову не могло прийти. До того все было здесь знакомо и обыденно. были среди огромной коллекции стереоскопических карточек дяди Кости и довольно пикантные сюжеты. Для взрослых, для понимающих они, пожалуй, представляли собой известный соблазн, но мне, непонимающему, они тогда казались просто более скучными, чем другие. Почти все они изображали дам не очень привлекательных, с лицами очень обыденными. Эти дамы то отдыхали на диване, то читали книжку, то причесывались перед зеркалом, причем каждый раз оголены были руки, плечи, грудь, а из-под высоко задравшейся юбки виднелись ноги в белых чулках и прюнелевых башмачках. Это был типичный артикль де Пари, парижское изделие, товар, который привозили с собой и очень солидные люди, вроде дяди Кости, в память о веселых днях, прожитых на берегах сены, или хотя бы рассказов об этих днях. Много-много раз я видел все те же картинки, которые когда-то были вставлены в стереоскопический аппарат и с тех пор не менялись. Я не подозревал, что данная серия может быть заменена другими изображениями. Что у дяди припрятаны еще целые массы их. Но как-то раз меня ожидал сюрприз. Все картинки в аппарате оказались невиданными, и тогда тетя Катя открыла секрет, как эта замена производится. С тех пор я уже стал требовать все новых и новых картинок и не успокаивался, пока мне таковые не вынимали с заповедной этажерки в кабинете. Впрочем, я сам выучился вставлять картинки в предназначенные для них проволочные рамочки, приделанные к вращающемуся турникету. И с этого дня передо мной ставился весь снятый с этажерки ящик с его богатствами. Я же до одурения разглядывал эти чудеса. Теперь я не только уже не звал мамы домой, но и сердился, когда меня отрывали от этого занятия. Возникшая тогда у меня стереоскопная мания осталась затем на всю жизнь. Впоследствии я составил себе свою собственную коллекцию карточек, во много раз превосходившую дядину, а когда я стал заниматься фотографией, то первым долгом приобрел себе два съемочных стереоскопических аппарата, благодаря которым моя коллекция значительно обогатилась изображениями нашей семейной жизни, а также видами наших загородных дворцов и садов. Все эти драгоценнейшие документы я, увы, не мог взять с собой в эмиграцию, тогда как спящую киску девочек за чаем и девочек ложащихся спать я взял. И эти картинки по сей день в любой момент позволяют мне окунуться в наслаждение, подобное тому, которое я познал, когда мне было пять лет. Пожалуй, в проснувшемся тогда инстинкте разглядывания изображений, более чем в чем-либо другом, впервые выразилось мое живописное призвание. В отдаленные годы моего детства до 1880 года дядя Костя оставался для меня фигурой относительно далекой. Встречал я его не более раза в месяц и почти всегда на каком-либо семейном обеде то у нас, то у дяди Сезара. У себя же дядя Кость в те годы обедов не устраивал, вероятно, из экономии. Крайне редко встречал я и его дочь, мою кузину Олечку, гостившую у себя дома лишь во время рождественских каникул. 25 декабря устраивалась крошечная, сохранявшаяся из года в год искусственная елочка, а самое празднование происходило в формах крайне интимных и скромных, не то, что у нас или у других родственников и знакомых. В связи с черным ходом и это способствовало тому, что я был невысокого мнения о средствах дяди Кости. Летом он нанимал в Петергофе дачу, а Олечка ходила в самых простеньких платьицах, ничем не отличаясь от своих кузин Компиони, Жени и Маши, родители которых были люди скромные и малозажиточные. Наконец, и то, что дядя Костя при всяком случае рекомендовал соблюдение чрезвычайной расчетливости, не свидетельствовало в моем представлении об его богатстве. Запомнился мне такой глупейший, но все же характерный случай. Как-то в Петергофе, зайдя к нам рано утром, он взял меня с собой пройтись в соседний английский парк. Прогулка, проведенная в столь необычайный час, получила удивительное вознаграждение. Не успели мы зайти за чугунные готические ворота парка и сделать шагов тридцать, как мое внимание было обращено на что-то блестевшее у самой дороги в траве. Оказалось, что то блестит металлическая ручка очень хорошенькой, совсем новенькой детской тросточки. Как раз мне шестилетнему по росту. Я был в восторге от своей находки. Дяденька же, совсем как в нравоучительной книжке для детей, счел своим долгом прочесть целую мораль. Ты видишь, мой друг? Иначе, как мой друг, дядя ни к кому из близких не обращался, не делая разницы ни по полу, ни по возрасту. Ты видишь, как полезно рано вставать? Мы вошли в парк первыми, и вот нашли эту вещь. Если бы пришли позже, то ею воспользовались бы другие и так далее в том же роде. Долгое время после этого я оставался при убеждении, что по утрам улицы бывают усеянны потерянными драгоценностями, и что мусорщики, подбирая их, становятся со временем ужасно богатыми людьми. От дяди Кости слышал я и нравоучительный рассказ о том, с чего началась карьера тогдашнего богача русского Ротшильда барона Штиглица. В юности Штиглиц будто бы очень нуждался и тщетно искал себе заработка. Однажды он явился к одному банкиру, у которого в банке открылась вакансия, но банкир не пожелал брать человека без всякой рекомендации, и бедный Штиглиц покинул подъезд банкира, убитый своей неудачей. И тут-то и случилось то, что произвело полный поворот в его фортуне. Несмотря на все свое огорчение, Штиглиц заметил лежавшую на мостовой булавку, нагнулся, поднял ее и аккуратно засунул себе за отворот сюртука. Банкир все это увидел в окно и вынес сразу столь выгодное впечатление о достоинствах молодого человека, главным образом об его бережливости, что позвал его обратно и для пробы дал ему какую-то бухгалтерскую задачу. Штиглиц прекрасно с ней справился. Через два дня он уже сидел в конторе, принимая участие в общей работе, а в дальнейшем он получил ответственное место в том же банке, после чего он взобрался по всем ступеням финансовой иерархии и стал самостоятельным банкиром и миллионером, одним из самых богатых людей не только в России, но и на всем свете. И еще другой, не менее норовоучительный и не менее наивный рассказ я слышал от дяди Кости. На сей раз об известном кондитере в Петербурге Ландрине. Фабрика Ландрина стояла на том же Екатеринговском проспекте, на который выходил одним фасадом и наш дом. Она была мне хорошо знакома по упоительным запахам шоколада и всяких сластей, соблазнительно ласкавших мое обоняние, когда я проходил мимо. Явился Ландрин в Петербург босоногим нищим мальчишкой, но изворотливый его ум, а еще более выдержка и, главное, бережливость, помогли ему в несколько лет составить весьма значительное состояние. Начал он с того, что коптил сахар на свечке и, получавшись таким образом леденцы, продавал на улице. Леденцы его имели успех и постепенно доставили ему известность. Но долгие годы Ландрин не позволял себя отходить от своего первоначального образа жизни, он только копил и накапливал, пока нажитое не составило сумму, давшую ему возможность сначала открыть лавку, а там обзавестись и фабрикой. И снова дядя Костя на этом примере настаивал на необходимости придерживаться принципа бережливости. Увы, эти семена попадали на неблагодарную почву. Его племянник так делового отношения к жизни и не приобрел, а остался в финансовом отношении сущим калекой и уродом, о чем он искренне и постоянно сожалеет. И вот внезапно произошла радикальная перемена во всей манере дяди Кости. Случилось это в 1880 году, в момент, когда Оля окончила институт и, как говорили в старину, заневестилась. Дядя выразил желание поселиться в нашем доме, на одном этаже с нами. И это так соблазнило маму, что она решилась на шаг, который показался бы немыслимым при других обстоятельствах. Ей пришлось попросить стародавних жильцов, и к тому же наших хороших знакомых Свечинских очистить место. Но дяде Кости оказалась мала, их довольно поместительная квартира, и пришлось выселить еще и жильцов рядом со Свечинскими. Всю анфиладу комнат стали сразу в летние месяцы отделывать, и уже осенью того же года дядя мог въехать в свое новое обиталище. Жертвой этого переустройства стала, между прочим, прелестная, украшенная колоннами гостиная Свечинских, так как из нее с прибавлением соседней комнаты была образована большая зала, настолько обширная, что в ней в одну из следующих зим можно было соорудить сцену для домашних спектаклей. Как только работы были окончены, дядя Костя с тетей Катей и Олечкой переехали к нам в дом и стали нашими ближайшими соседями. Когда все было готово, мебель расставлена, картины, зеркала, портьеры и занавески повешены, меня поразило, до чего эта новая квартира дяди не похожа на ту, в которой он жил на морской. И откуда только взялись эти изящные диванчики, столики, люстры, лампы и бра, рояли ковры, что заполнили и украсили залу. Да и в новом кабинете дяди, до чего все выглядело парадно и внушительно, хотя кабинет был уставлен теми же предметами, которые мне были знакомы с давних пор. При этом ничего здесь не носило того несколько случайного характера, какой господствовал у нас, вероятно, вследствие частых, вызываемых семейными обстоятельствами, переборок. У дяди все стало точно на специально заготовленные места, с тем, чтобы уже никогда не передвигаться и всегда говорить о том, что здесь живет человек с солидным состоянием, а к тому же и с хорошим вкусом. Кое-что приобрело даже несколько официальный характер. Теперешний кабинет дяди годился бы для министра. Зала с голубой обивкой мебели была настоящей парадной комнатой, предназначенной для многолюдных и блестящих приемов. Столовая с ее закусочным буфетом и с огромным обеденным столом сулила великолепные пиршества, и это обещание она сдержала. Нигде я так вкусно не едал, как на тех обедах, которые дядя устраивал теперь через каждое воскресенье, тогда как другие семейные обеды, но менее изысканные, происходили по очереди у нас или у дяди Сезара. Были и уютные комнаты в этой квартире дяди Кости. Мне особенно нравилась комната тети Кати. В своей передней части, служившая чем-то вроде будуара, в своей задней за матерчатой перегородкой спальней. В передней части так приятно было сидеть на штофных креслицах и на диванчике, а драпировка, разделявшая комнату, придавала всему впечатление теплоты и замкнутости. Естественно, что дядя не пожалел денег на то, чтобы его единственная дочь Оля забыла о казарменности институтских дартуаров и почувствовала бы себя наконец действительно дома в теплом приятном гнездышке. Ей досталась последняя, залитая светом комната, имевшая в плане круглую форму. была она угловой и выходила и на Никольскую, и на Екатеринговский проспект. Стены были обтянуты чинсом с большими яркими цветами, и такой же материей были обтянуты мягкие стулья, кресла и диван, а на всю комнату был послан бархатный ковер. Чинс или чинт, хлопчатобумажная обивочная ткань типа критона. Попадая в эту комнату, не хотелось ее покидать. Меня особенно тянул в Орину комнату книжный шкаф, на полках которого стояли сомкнутым строем томики в разноцветных переплетах с золотым тиснением. Почти все книги были французские, а значительной часть их принадлежала перу графине де Сигюр, урожденной Растопчиной. Это собрание я досконально изучил в несколько месяцев. В другом шкафчике береглись игрушки, когда-то служившие Оле, и среди них была большая коробка с бесчисленными миниатюрными предметами кукольного хозяйства. У меня была особенная страсть как раз к таким карликовым вещицам, расставляя их и рисуя себе при этом жизнь каких-то крошечных существ, я сам как бы превращался в одного из моих любимцев, в Гулливера среди лилипутов. Теперь сам дядя Костя стал нашим завсегдатаем. Каждое утро около десяти он являлся и проходил прямо к маме, с которой у него были длинные разговоры, почти всегда финансового характера. Под его руководством и через него мама производила операции с покупкой и продажей бумаг, и как будто благодаря этим операциям одно время мы стали обладателями довольно значительного состояния. Но затем к концу восьмидесятых годов произошел какой-то крах, приближение которого проглядел хитроумный дядя Костя, и все это богатство так же быстро растаяло, как образовалось. Дядя тоже пострадал. Я помню расстроенные и озабоченные лица обоих, но все же он скоро успел наверстать потерянное, так что к моменту его кончины капитал дяди исчислялся в восемьсот тысяч рублей. Сумма была немаловажная, капитал давал около сорока тысяч годового дохода, и позволило впоследствии наследнице дяди Кости вести столь же полный образ жизни, какой вели другие наши семейные богачи, мой брат Леонтий с женой, дети дяди Сезара и другие. Возвращаюсь еще раз к семейным обедам, так как они играли в нашем быту большую роль. С момента поселения дяди Кости на Никольской улице и особенно после смерти его брата Сезара, они вошли в окончательно утвержденную систему. Обеды у нас чередовались через неделю с обедами у соседей. К обедам у дяди Кости я сначала относился с некоторой опаской, как к чему-то скучному, но затем постепенно я к ним пристрастился. При всей своей расчетливости дядя оказался великим хлебосолом и тонким знатоком гастрономической части. Древнюю расхлябу Васильевну сменила первоклассная кухарка, настоящая мастерица. Особенно же дядина угощение славилось обилием закусок. Дядя сам ездил выбирать деликатесы к Смурову и к Елисееву, где он прислушивался к советам и рекомендациям преданных ему приказчиков. Он лично заведовал и погребом, в котором водились разнообразные отборные марки, но особенно прекрасны были рейнские вина. Солидной парадностью отличалась и сервировка. Серебро было массивное и тяжелое, скатерти и салфетки ослепительно белые, посуда, хрусталь высшего качества. Среди стола красовались три вазы с отборными фруктами, а на тарелочках мейсенского фарфора были разложены специально заказывавшиеся конфеты от Качкурова, на который с самого начала обеда я кидал полные вожделения взоры. Мое место на этих обедах у дяди Кости было всегда на самом конце стола между кузеном Сережей и дядей Мишей Ковоз. И вот тут незаметно от главных старших я мог теперь свое пристрастие к сладкому тешить тем, что урывками схватывал то одну то другую палочку, кругляшку или шарик. Все сказочно вкусные вещи. Напрасно мама с другого почетного конца делала мне знаки, чтобы я от этого воздерживался. Соблазн становился только еще более сильным. В первые годы обеды у дяди Кости не представляли для меня иного интереса, нежели именно такое потворство моим плотоядным инстинктам. Духовное же содержание этих обедов не доходило до моего сознания. Но по мере того, как я рос, я стал более внимательно прислушиваться к возникавшим между старшими спорам, и эти контроверсы людей остроумных и на редкость культурных сослужили немалую службу моему развитию. Бывало, на наших домашних обедах мне делалось скучно, и тогда я под каким-нибудь предлогом покидал столовую и удалялся к себе в комнату, возвращаясь только к десерту. В очень ранних летах я при таких приступах скуки за семейным обедом умудрялся соскальзывать под стол, где оказывался в совершенно особенном сумрачном мире, в чем-то вроде длинного мрачного зала, в котором роль колонн играли ножки стола, а кариатит панталоны мужчин и юбки дам. Удивляло меня и то, что пол был здесь усеян крошками и объедками, которые я из одного озорства, забыв о своей брезгливости, подбирал и совал в рот. Иногда мне в этом подстолье держали компанию собаки и кошки. Но на обедах у дяди Кости я не позволял себе подобных вольностей уже из-за одного уважения к нему. И вот постепенно я стал интересоваться тем, что говорилось, и меня начал пленять азарт, с которым велся спор. Вначале мне казалось, что каждый последний говорящий был абсолютно прав, но позже я стал чувствовать все большую солидарность с одной партией и соответственную враждебность к противоположной. В общем, я был на стороне более идеалистической. И подчас меня возмущали ультрапозитивистические и узкоматериалистические взгляды самого дяди Кости, едкое остроумие которого я все же не переставал и тогда оценивать по достоинству. Беседа обрывалась за кофеем, который подавался в дядином кабинете, дамам же и дамским кавалерам в зале. Главный спорщик дядя Миша, выбрав себе из великолепного старинного ящика сигару, у дяди Кости был всегда целый ассортимент сигар очень высоких сортов, сунув в этот ящик нос, я вкушал с особым удовольствием шедший из него сложный аромат. Вынув из великолепного старинного ящика сигару, под предлогом, что ему нужно спешить в другое место или в театр, дядя Миша покидал семейное сборище, и с этого момента все как-то затухало. Красивый, статный, всегда облаченный в генеральский мундир лесного департамента Павел Анжелович Кампионе, милейший перс, мерза Казимбек Абдинов, сослуживец дяди Кости по Министерству иностранных дел и единственный его приятель, садились за винт. С кузиной Олей и ее подругами я не находил тем для разговоров, и единственным моим развлечением оставались все те же стереоскопы, в разглядывание которых я погружался, открывая все новые и новые прелести. Аппарат в таких случаях и ящик, вынутый из этажерки, ставились на стол перед кожаным дедушкиным диваном, в мое распоряжение предоставлялась лампа с шаровидным колпаком, и тут, сидя под большой Венерой под Авонино, я в продолжение часа и больше отдавался лицезрению любимых карточек, напряженно разглядывая каждую деталь на них. Иногда, впрочем, дядя вынимал из библиотечного шкафа карельской березы ту или иную книжку, специально для того, чтобы отвлечь меня от стереоскопа, якобы портящего зрения. Но книжки у дяди Кости были куда менее интересные, нежели те, что составляли папину библиотеку. Меня еще занимала многотомная зоология, но все тонко раскрашенные изображения в ней я знал наизусть, а книжки научного содержания или скудно иллюстрированные сочинения исторические не могли удовлетворить мою жадность до всего изобразительного. Для полноты упомяну, что в зале на отдельном овальном столе лежал толстенный альбом с фотографиями самых знаменитых и самых популярных картин Дрезденской галереи. А рядом с ним три тома в роскошных переплетах мозаики. Это были кипсики большого формата с гравюрами на стали. В Дрезденской галерее меня особенно притягивала в те годы пробуждающиеся чувственности картина Чиньяни «Иосиф и жена Путифара». А в мозаиках картина Маклейза, изображающая тот спектакль, что дает Гамлет при дворе короля Клавдия. В этой очень толковой композиции меня пленила, так сказать, режиссерская часть. То, как все было размещено и уравновешено в группах. К тому же эта картина изображала спектакль, и уже этого было достаточно, чтобы меня притягивать. В общих же чертах жизнь этих обеих семей, так тесно связанных родственными узами, протекала в мире и дружбе. И только для меня лично этот лад был нарушен по моей вине в 1887 году, когда я случайно услыхал несколько иронический отзыв дяди Кости о моем романе, с той, в которую я был без памяти влюблен, и которой впоследствии суждено было сделаться моей подругой жизни. Сейчас я решительно не помню, что сказал дядя Костя, но, обуреваемый ультра-рыцарскими чувствами, я считал долгом выказывать их при каждой оказии, а посему, не задумываясь, я вычеркнул дядю Костю за его провинность из круга моих знакомых. Напрасно мама увещевала меня изменить отношение к любимому брату. Напрасно меня моментами сильно тянуло отказаться от принятой нелепой позиции. Напрасно во мне иногда заговаривали соображения чревоугодия. Мне становилось особенно обидно, когда все наши собирались на обед к соседям, где, я знал, будут подаваться самые вкусные вещи. Верный своему решению, я оставался дома, довольствуясь тем обыденным, что готовилось у нас для младшего поколения Лансере. Все это сопровождалось еще и страданиями совести. Уже одно то, что мое поведение огорчало мамочку, вызывало во мне мучительные угрызения. Но, кроме того, ведь я и сам продолжал любить и чтить дядю, а тут, в силу данного глупейшего обета, я при встречах еле отвечал кивком на его ласковую улыбку, а то проходил мимо, не замечая его. Эта опала, дядя, началась осенью 1887 года. Одновременно за подобные же провинности моей опали подверглись и тетя Лиза Раевская, и наша бывшая гувернантка мадемуазель Леклерк, и еще несколько близких лиц, и длилась эта опала целый год. Кончилась она как-то сама собой, просто потому, что стыд за свою мальчишескую глупость взял верх над тем, что я почитал своим долгом. Увы, недолго после того я еще пользовался обществом моего дорогого дяди. Проболев несколько недель, он скончался от сердечного припадка, на пасхальной неделе 1890 года. В первый раз я понял обреченность дяди Кости, встретив его как-то на нашей парадной лестнице. Поднявшись всего ступеней десять, дядя присел на первой промежуточной площадке на креслице и тяжело дышал. Я до этого еще не видал столь явственной печати смерти на чертах близкого человека, и вид этого перекошенного лица меня ужасно напугал и огорчил. Я бросился к нему, чтобы как-нибудь помочь, но он только замахал на меня руками, указывая, чтобы я проходил мимо. Несомненно, он страдал не только физически, но и нравственно. Ему было стыдно внезапно почувствовать себя таким слабым и униженным, ведь в каждом недуге есть что-то унизительное, какая-то насмешка судьбы, и это особенно должны чувствовать люди с таким гордым характером, каким обладал Константин Альбертович. И как раз за несколько дней до этого случая, и тогда, когда еще ничто не предвещало роковой развязки, я видел дядю во сне, до того печальном, до того бледном, что я даже заплакал. Сон оказался вещем. то был первый припадок грудной жабы, заставший дядю на лестнице, но уже через две недели он повторился в более сильной степени. Все же дядя продолжал себя вести как здоровый человек, бывал на службе и вечера проводил в клубе, куда он добирался в наемной карете, собственных лошадей он не держал. Однажды дяде сделалось дурно, когда он переступал порог дома, и его пришлось нести наверх те двадцать ступеней, что отделяли его квартиру от улицы. С этого момента он стал, так сказать, официально значиться болеющим, доктора его навещали по два раза в день, а он, облегшись в халат, медленно бродил по комнатам или отлеживался на диване в кабинете. В последний раз я видел дядю Костю живым, когда я явился с мамой его поздравить на Пасху. В сущности, поздравлять дядю Костю со светлым Христовым воскресением было, пожалуй, лишним, так как он был человек неверующий. Это его свобода мысли выражалась, между прочим, и в том, что он никогда ничего не дарил племянникам на Рождество, зато всегда являлся с чем-нибудь довольно роскошным на Новый год. Он сидел в кабинете в своем довольно-таки поношенном шлафроке, желтый, восковой, со впалыми щеками, с тусклым светом в глазах. Однако на устах по-прежнему играла его тонкая вольтеровская усмешка. Как раз то была эпоха, когда я до безумия увлекался мейнингенскими спектаклями и даже мечтал поступить в герцогскую труппу, что, разумеется, немало вредило моим занятиям в гимназии. Для начала и для того, чтобы больше походить на актера, я даже сбрил бороду и усы. Мамочку мое решение очень тревожило. Но, верная своим принципам, она не считала себя вправе противодействовать тому, в чем, как я уверял ее, я видел свое призвание. Все же она попросила брата как-либо меня урезонить. И вот, выслушав жалобу мамы, дядя Костя оживился, в глазах забегали искорки иронии, и он залился своим молчаливым смехом. А затем он протянул мне свою иссохшую, холодную как лед, левую руку и, обратясь к сестре, молвил, не беспокойся, Камилла, это пройдет, это несерьезно. Это просто забавная мальчишеская блажь. И что же, благодаря этим словам умирающего дяди, мою блажь, мое призвание было действительно блажью, как рукой сняло. И если мир благодаря этому лишился нового Гаррика, Росси или Сальвини, то я лично от этого остался только в выигрыше. Эти слова дяди Костя особенно глубоко запали мне в душу, потому еще, что они оказались чем-то вроде предсмертного наставления. через неделю его уже не стало. Я сидел за роялем и разбирал по нотам сцену в лесу спящей красавицы, которой я тогда до полной одури увлекался. И как раз я дошел до веселенького танца маркиз, когда раздались один за другим несколько нервных звонков на парадной, за которыми сейчас же последовал тревожный стук в дверь, когда же дверь была отперта, то вбежала Оля в полном горестном иступлении, с глазами, наполненными ужасом и слезами. Она на ходу повторяла одну и ту же фразу «Папе дурно, папе дурно, нужно сейчас доктора, папа умирает». Тотчас же я помчался за одним из докторов, лечивших дядю, и с трудом его отыскал в женской палате для тяжелобольных Абуховской больницы. Доктор сначала отказывался прерывать начатый обход, но я все же убедил его, особенно настаивая на том состоянии, в котором находится дочь больного. Однако прибытие привезенного мною врача оказалось лишним. Он нашел уже бездыханный труп. То была третья из близко меня касавшихся утрат. Четвертой о горе была смерть мамы, последовавшая почти через год после смерти ее любимого брата. Глава двадцать вторая Дядя Миша и другие дяди Ковоз В сущности я дядю Мишу оценил только с того момента, когда стал прислушиваться к спору старших во время семейных обедов. До этого времени брат мамы, сын бабушки Ксении Ивановны, занимал меня исключительно тем, что он систематически на те же семейные обеды опаздывал и появлялся в дверях столовой тогда уже, когда все закусив, сидели за супом. Младший брат мамы Иван Альбертович Ковоз жил почти безвыездно на Кавказе. И видел я этого красивого, полного, беспечного и, кажется, не очень задачливого дядю Ваню всего раза три в жизни. Умер он в сравнительно молодых годах около 1890 года. С его же женой, вдовой, я познакомился в Белграде только в 1930 году. В этот именно момент точно по расписанию слышалось тяжелое поступь дяди, а через секунду он входил с виноватым видом, окидывая глазами общество. Неизменно ему каждый раз за это опаздывание попадало от папы, для которого соблюдение обеденного часа было чем-то священным, на что дядя Миша, помня, что когда-то мой отец носил его на руках, не обижался, а покорно извинившись и наскоро закусив, садился на свое место. Но этот растерянно покорный тон скоро сменялся другим и очень крепким. Это случалось, как только затрагивалась какая-либо злободневная тема. Иногда дядя Миша сам провоцировал спор, привезя из города, где он делал свои воскресные визиты, ту или иную сенсацию. Иногда сюжет подавался дядей Костей и на лету подхватывался его младшим братом. Я уже говорил выше, какое впечатление произвел на меня спор по поводу национальных похорон Виктора Гюго, но не менее горячие споры запомнились мне о картинах Репина, выставлявшихся на передвижных выставках, не ждали в 1884 году и убийства сына Ивана Грозном в 1885 году. Особенно же как-то раз рассверепел Михаил Альбертович, когда неугомонный забияка Зозор Соловский без всякого решпекта коснулся особой баронессы Варвары Ивановны Икскуль. Баронесса была предметом рыцарского культа дяди. Попросту говоря, он был в течение многих лет влюблен совершенно безнадежно в эту действительно принятельную чаровницу. Целыми днями он просиживал у нее, да и она питала, если и не какие-либо пламенные чувства к нему, то известную нежность, что особенно сказалось, когда он, уже болея грудной жабы, на довольно долгий срок, нашел гостеприимное убежище в ее хоромах, и когда она самоотверженно за ним ходила, пренебрегая даже своими светскими обязанностями. Но вот баронесса Икскуль, которую Репин увековечил в знаменитом портрете «Дамы в красном платье» с лицом под черной вуалькой, была вообще притчей во языцах и даже очень злых языцах петербургского общества. Репин увековечил в знаменитом портрете, ныне находится в государственной Третьяковской галерее. Иные ее недолюбливали за ее слишком передовые взгляды, дамы же завидовали ее красоте ее успехам. Все это были сплетни, ни на чем не основанные. Однако одна из них, принесенная Рассоловским, повергла однажды за нашим патриархальным обедом паладина баронессы Михаила Кавоз в настоящую ярость. Зозор Рассоловский, в сущности милый и сердечный человек, отличался вообще бестактностью и поминутно кому-нибудь наступал на мозоли. Данная же гневная вспышка чуть не привела к дуэли. Насилу моим родителям удалось успокоить Михаила Альбертовича. Что же касается Зозо, то он охотно принес повинную, после чего не без некоторого журения был прощен. Род настоящей дружбы между мной, семнадцатилетним юношей, и моим пятидесятилетним дядей, завязался около этого времени, в 1887 году. До этого нашему сближению уже способствовало увлечение театральными представлениями Мейнингенцами и Вирджинией Цукки. Тогда дядя Миша увидел, что едва замечаемый им за длинным семейным столом мальчик, такой же ярый театрал и поклонник божественного искусства Мельпомены, Талии и Терпсихоры, каким он был сам. Но в 1887 году и моя страсть к книгам получила особенную пламенность. Я стал их забирать десятками у своего поставщика Эриксона, и вот разглядывание разных новинок повело к сближению. Когда я открыл Беклина, то мне доставило особую радость, что дядя Миша уже имел представление об этом художнике и даже был очень высокого о нем мнения. В течение нескольких лет, приблизительно до 1891 года, мы только и делали, что возбуждали друг друга восторгами от новых произведений гениального Арнольда. Теперь дядя уже не спешил сразу после кофе покинуть семейное сборище, но забирался ко мне в красную комнату и тут при тихом свете керосиновой лампы шло изучение всяких новых увражий или только что прибывших последних номеров заграничных художественных журналов. Иногда к нам присоединялся Сережа Зарудный, изредка брат Леонтий, мой племянник женя Колонсере и мои гимназические товарищи, приходившие по воскресеньям к вечернему чаю, всем им очень импонировал мой высококультурный дядя. Но из-за этих же моих товарищей начались и первые мои размолвки с дядей Мишей. Его раздражало наше молодое всезнайство, необузданное желание эти наши знания выказывать и навязывать другим. Особенно действовал ему на нервы Валечка Нувель, его опломб, его дурные манеры. Спорить с таким недорослем гимназистом Михаилу Альбертовичу, приятелю знатнейших писателей и художников, казалось зазорным, и он избрал для парирования Валечкиных наскоков особый насмешливый тон. Подчеркивая то, что в Валечке было еще мальчишески незрелого, дядя прозвал его Кресс-салатом, по аналогии с той своеобразной травкой, которая играла известную роль в петербургской гастрономии и выращивалась парниковым способом в крошечных корзиночках. Кресс-салат мог служить олицетворением комнатной скороспелой культуры. И вот пропасть между всей нашей группой и дядей Мишей стала постепенно расти. Он как-то принялся остерегаться нас. Его раздражало то, что такие молокососы тоже что-то о себе воображают. В разряд Кресс-салата попали уже мы все, не исключая язвительного Димы Философова и присоединившегося к нам в ту пору Левушки Бакста. Дошло и до ссор. Мне особенно памятна одна, когда мне захотелось поразить дядю Мишу только что полученным из-за границы изданием «Немецкие художники-граверы», где, между прочим, были воспроизведены и три очень эффектных афорта Макса Клингера. Но дядя Миша не только не разделил моего восторга, но и жестоко раскритиковал эти афорты, а меня высмеил. Выражая свое презрение, он иронически переделал само заглавие этого сборника из художников-граверов в скверных граверов. Я так тогда обиделся, что наговорил любимому дяде разных дерзостей и даже объявил ему, что вычеркиваю его из списка своих знакомых. Ссора длилась недолго, но какой-то холодок в наших отношениях с тех пор появился. Свое недовольство мной дядя выразил, между прочим, в том, что прервал показывание мне своих коллекций, среди которых меня особенно прельщали литографии Гаварни и Домье. Оба художника были у него собраны в значительной полноте. Возможно, что эти листы достались в наследство от его отца, от моего деда Альберта Кавос. Одна из запомнившихся последних встреч с дядей Мишей произошла в 1894 или 95 году, но на сей раз не в семейной обстановке, а в гостиной Мережковских. Это был первый мой визит в компании с Валечкой Нувелем, уже знаменитым в те дни супругом-поэтом. Хоть мы и очень храбрились, однако, очутившись в таком ультрапередовом салоне, мы почувствовали себя порядком смущенными, тем более, что хозяйка дома избрала в обращении с нами слегка насмешливый тон. Помню и тот вопрос, с которым, усадив нас прямо на пол перед камином, она обратилась. В каком же роде вы декаденствуете? Но постепенно мы стали осваиваться, не без удачи отвечать на ее язвительные колкости, а уже через час разговор принял вполне свободный характер и как раз на тему о нашем неприятии всякого декаденствования. И вдруг хозяйка вскочила на обе ноги и побежала в соседнюю столовую, откуда послышались ее визгливые возгласы «Миша пришел! Здравствуй, Миша!» после чего в гостиную вошел под руку Зиновей Гиппиус, почтенный мой дядюшка. Тут его близорукие глаза различили нас, греющихся перед камином, совсем как у себя дома. И едва ли это ему понравилось. Одно было под слегка пьяную руку выпить брудершафт с уже прославленной петербургской Софо и позволять ей грациозно забываться в общении с ним, почтенным общественным деятелем. А другое найти непредвиденными свидетелями такого ущерба собственному достоинству родного племянника, да еще в компании с раздражавшим его забиякой. С другой стороны, ему было, пожалуй, и лестно, что он предстал перед нами в виде совершенно своего человека в таком недоступном для профанов святилище. Милый дядя Миша, несмотря на свои иногда и очень язвительные замечания, он был само благодушие, а некоторое тщеславие его было очень безобидного характера. Мне думается даже, что именно из-за этих черт из него при всем его уме и образованности ничего не вышло. Он вполне удовлетворялся небольшими, малозначащими и тут же проходящими салонными успехами. Сознавая, что его остроумие создает ему известный ореол, он этим довольствовался и пренебрегал более существенными достижениями. Служил он с давних времен в петербургской земской управе. Место это было невидное и малодоходное. Однако он все же как-то гордился им. Он и выбрал такую общественную карьеру по убеждению, так как состояние на государственной службе противоречило бы его либеральным взглядам. Будучи человеком усердным и дотошным, он пользовался в управе всеобщим уважением, но, разумеется, служба это не могла ни в малейшей степени удовлетворять его поклонника мус в духовном смысле. Надо отметить еще тут странность, что этот наиболее культурный член нашей семьи сам никакими художествами не занимался. Зато несомненно, что я ему обязан многим, особенно тем, что в раннем возрасте встретил в близком родственном общении человека, который с абсолютным пиететом относился к искусству и обладал способностью разбираться в нем. Дядя Миша скончался летом 1897 года в Петербурге, в то время, когда я со своей маленькой семьей жил за границей в Британии. Его смерть потрясла меня не менее, нежели смерть дяди Кости. С его уходом завершилась очень важная страница не только моей личной молодости, но и молодости всего нашего кружка. Он умер в год, когда только назревал наш журнал «Мир искусства». Но, увы, приходится сознаться, что, если бы он еще продолжал жить, он едва ли приветствовал бы выступления на общественной арене тех самых людей, которых он только что величал крэс-салатом. В характерной полемике между нами и Репином он, наверное, принял бы сторону последнего против нас. Александр Николаевич Бенуа вспоминает о тех спорах, которые разгорелись между Репином и миром искусства на протяжении 1899 года. В одном случае Репин, Нива номер 15, выступил против иронических оценок журналом польского художника Яна Матейко, которого он сам высоко ценил. В другом «Мир искусства» номера 23-24 ополчился на Репина за сочувственную интерпретацию творчества Брюлова, обвиняя его в непоследовательности взглядов. Прибавлю еще, что если уже нам было горько увидать врага в лице Репина, художника, которого мы особенно чтили, то мне лично было бы особенно грустно оказаться в том лагере, против которого дядя Миша считал бы нужным ополчиться. Для полноты семейной хроники необходимо еще рассказать о трех членах семьи Кавоз, которые мне с братьями приходились двоюродными дядьями. То были сыновья брата моего деда Ивана Катариновича, служившего в театральной дирекции в качестве хормейстера Петербургской оперы. Мать этих трех братьев была немка, балетная танцовщица, а воспитание они получили в русской гимназии, и тем не менее трудно было себе представить более типичных и живописных итальянцев, нежели эти Альберто, Камилло и Стефано Кавоз. Все трое при небольшом росте обладали очень заметными горбатыми носами. Голос же у всех трех имел своеобразно гортанное, характерно итальянское звучание. Кроме того, все трое при необычайной темпераментности сопровождали свою речь обильными и выразительными жестами. Двое из них, Камилло и Стефано, могли приобрести этот итальянизм на самой родине своей семьи, так как оба они одно время служили в итальянской армии, а Стефано состарился даже в качестве итальянского офицера и вернулся в Россию только по выходе в отставку. Но старший брат Альберт Иванович как будто Россию не покидал вовсе. А между тем, как раз он был из них всех наиболее выраженным итальянцем и не только по виду, но и по существу. В нем очень гармонично уживалась русская беспечность с итальянским блаженным ничего не деланием. Он был гораст на всякие шутовские выдумки, его неодолимо влекло к сцене, одно время он даже выступал в качестве актера-любителя, а всем своим обликом он напоминал одного из персонажей комедия Дель-Арте, не то пройдоху Труфальдина, не то задиру капитана, не то лукавого и все же часто проводимого панталоны. Однако в смысле отношения к деньгам Альберт Иванович не был похож на последнего. Дядя Берта страдал крайней степенью расточительности, и это, между прочим, сказывалось и в том, что он, будучи моим крестным отцом, задаривал меня всевозможными подарками. При этом Альберт Иванович уже тогда, то есть в раннем моем детстве, приблизительно до семилетнего возраста, видимо, задавался целью направить своего крестника на театральное поприще, так как большинство его даров заключалось в картонных коробках, в которых лежали декорации, кулисы и фигурки действующих лиц. Иные из этих детских театриков были довольно олиповатыми изделиями, это те, которые носили определенно российский характер, вроде громобоя или Ивана Царевича. Олиповатость это отталкивало меня, воспитывало в то же время во мне отвращение от всего фальшиво национального вообще. Другие же детские театрики, стоившие гораздо дороже, были заграничного производства. И те были прелестны. При помощи их я устраивал спектакли на потеху моим маленьким друзьям и еще более на потеху самому себе. В каждой такой коробке лежала и брошюрка с текстом данной пьесы, по которой надлежало читать роли выступавших, висевших на проволоках и подпираемых деревяшками персонажей. Но я предпочитал этими либретто не пользоваться, а экспромтом сочинять свой собственный текст, испещренный патетическими междометиями. Спасибо тебе, милый дядя папа, так мне полагалось называть своего крестного, за все доставленные мне когда-то радости. Но почему же впоследствии, Альберт Иванович, ты стал таким редким у нас гостем, а потом и вовсе исчез с нашего горизонта? Не потому ли, что обиделся на то, как была принята в нашем доме твоя молодая жена, в которую ты был страстно влюблен, но манеры которой заставляли желать многого, и голос который отличался невыносимой пронзительностью? Не подошла к нашему двору и жена добродушного дяди Камилло, состоявшего политическим сотрудником нового времени. Но тут были причины особого рода. Камилло как-то отважился привести ее к маме на поклон, и мама нашла эту мадам Кавоз, очень скромной, чуть ли не забитой, в сущности же симпатичной. Но можно ли забыть, что эта дама принадлежала до своего замужества к разряду милых, но падших созданий, и что Камилло познакомился с ней не в какой-либо светской гостиной, а в месте весьма предосудительном. В романах иной раз можно прочесть, что такие случаи приводят к полной реабилитации, но в жизни это почти никогда не бывает. И главной помехой служит то, что сами эти особы, вступив в среду да то ли им недоступную, продолжают себя чувствовать в ней мучительно неловко. Остроумнее своих братьев выступил младший брат Стефано, наш дядя Степа. Военное его прошлое в Италии было полно бурных романов и приключений. Будучи дерзким задирой, он не раз дрался на дуэли, за что попадал под арест и даже однажды удостоился сидеть в самом римском Кастель Сант-Анджело, замке Святого Ангела. Вернулся он доживать свой век в Петербург вполне перебесившимся, а добытая им жизненная философия спасла его, несмотря на старания всех наших свах, от совершения такого бессмысленного шага, как вступление в брак. До конца 1890 года дядя Степа делается непременным членом всех сборищ в семьях Кавоса-Бенуа, предавая им своими марциальными манерами очень своеобразную пикантность. Марциальные манеры воинственные дерзкие. Своеобразно прелестен был и его говор, в котором было столько потешных итальянизмов. Я получал громадное удовольствие от одного слушания дяди Степы, безотносительно к тому, о чем он всегда с большим жаром толковал. Поэтому я был сердечно огорчен, когда после двухлетнего отсутствия из Петербурга я узнал, что дяди Степы уже нет в живых. Глава 23 Моя собственная особа Глава в несколько измененной авторской версии напечатана в книге Александр Бенуа размышляет подготовка издания вступительная статья и комментарии Зильберштейна и Савинова Москва 1968 год Теперь, учителя прийти к каким-либо определенным выводам мне тогда не удалось. Да и впоследствии тоже. Теперь же, когда мне целых восемь десятков лет, оказывается, что задача эта стала еще менее мне под силу, уже потому, что я успел за истекшие годы много раз меняться. Разумеется, особенно справедливы эти слова в отношении внешности. Между кудрявым, очаровательным ребенком, бегавшим по комнатам родительской квартиры и вылезавшим всем на колени, и почтенным седым и сагбенным старцем, каким меня теперь рисует зеркало, даже я сам ничего не могу найти общего. Тут же, однако, прибавлю, что мое внутреннее самоощущение не находится в соответствии с этим объективным и бесспорным показателем. Внутри я себя чувствую совершенно иным, и если не тем младенцем и даже мальчиком или студентом, то все же существом молодым, еще полным сил и стремлений, исканий, не побоимся слова иллюзий. Этот курьез можно объяснить главным образом тем, что моя подруга жизни, физически и нравственно изменившаяся несравненно менее меня, не переставала относиться ко мне так же, как относилась в своей ранней юности. И что, следовательно, в самом основном и главном нашего бытия, мы остались как бы все теми же. Увы, обожаемая мною жена внезапно скончалась 30 марта 1952 года. Спешу прибавить, что при всем том я собой никогда особенно доволен не был. Не был я доволен даже тогда, когда, несомненно, был и мил, и в разных отношениях приятен. Моя наружность никогда мне не нравилась. Она не соответствовала моему идеалу. Я испытывал даже известное огорчение каждый раз, когда я свою физиономию и свою фигуру видел в зеркале. Настоящий же ужас меня охватывал, когда я в комбинации сопоставленных под углом зеркал у портного, у парикмахера вдруг видел профиль какого-то уж совсем чужого господина, и господина мне мало симпатичного. Каких-либо мер, однако, для поправки того, чем меня наделила природа, я не предпринимал и лишь в детстве радовался своему похорошению, когда надевал на голову какой-либо тюрбан, утыканную перьями повязку или картонный шлем. Позже, с целью хоть чуточку изменить свою наружность, я разгуливал в феске, привезенной братом из Алжира, и едва ли не это способствовало тому, что я, скорее, нежели полагается, стал терять волосы. О, какое щемящее чувство овладело мной, когда лет двадцати, причесываясь, я заметил в зеркале в своих темных волосах прогаленные розовеющие кожи. Да, впрочем, и моя сутулость произошла едва ли не вследствие такой же ребяческой блажи, как ношение фески. Отчасти это произошло от того, что, как уже сказано выше, я вздумал подражать дяде Косте, но, кроме того, мне нравилось, когда я в зеркале напоминал себе не то самого Ричарда Третьего, не то Регулетто. Эти деформации представлялись мне более пикантными и интересными, нежели мой настоящий образ, казавшийся слишком обыденным и банальным. Вероятно, вследствие все того же неодобрения себя, я так и не приобрел способности хорошо одеваться. Но тут было и нечто семейное. Ни мой отец, ни моя мать не уделяли большого внимания своему туалету, да и брат Альбер, который во многом служил мне образцом, одевался неряшливо, а ближайший ко мне брат Михаил не умела. Совсем скромницами в своих одеяниях были и мои сестры. Напротив, брат Леонтий в штатском платье и Николай в военной форме умели придавать себе всю требуемую декоративность. Но как раз это мне не импонировало. Впрочем, был период в моей жизни, когда я захотел под влиянием чтения всяких романов, сделаться элегантным Дэнди, чуть ли не вторым Брюмелем. Бенуа дает французскую форму фамилии Браммела Джорджа Бриана, 1778-1840, известного в Англии начала XIX века Дэнди, прозванного современниками Красавчик Браммел. Эти старания продолжались даже целых два года, приблизительно с 1884 по 1886, и совпали с моими первыми безумными театральными увлечениями и с первыми собственными серьезными романами. Но именно тут моя бездарность в этой области и сказалась. Сваливаю вину на бездарность, а не на молодость и неопытность. Сколько моих сверстников я видел превосходно одетыми или превосходно умевшими носить одежду. Ясно было, что они обладают талантом приобретать и хранить какую-либо изящную видимость. У меня же это не выходило. И тогда я махнул на себя рукой и совершенно себя забросил. С тех пор и на всю жизнь у меня осталось какое-то абсолютное недоверие к себе в отношении своего костюма. А всякое посещение портного сочеталось с известной моральной пыткой, вследствие чего я откладывал заказ нового платья до последней крайности, а результатом чаще всего оставался недоволен. Борода у меня стала пробиваться еще от 14 лет, а к 17 я уже был форменным бородачом. И это старило меня удивительно. Но и с бородой, и с прической я не знал, что делать. Брить ли бороду или нет? Брить ли ее целиком? Или оставлять короткие бачки? Те бачки, которые так к лицу испанским Тореадором? Или оставлять при бачках и подстриженные усы? Как это я видел на молодом портрете дедушки Кавос? Пребывание в Париже с 1896 по 1899 год вовсе не подвинуло меня в этом отношении. И, в конце концов, я себя так запустил, что даже заслужил среди французских друзей прозвище «человека с первобытной бородой». Оглядываясь назад, мне теперь кажется, что, может быть, это было не так плохо, и что образ мой имел в себе нечто даже любопытное. Представьте себе господина, несомненно, юного, но с густой, запущенной бородой, из-за которой просвечивали ярко-малиновые губы, с длинными на затылке волосами, выбивавшимися из-под цилиндра, неизменного в те дни придатка каждого парижанина. Положительно это было весьма пикантно. Но вот мне тогда казалось, что это безобразно, и в то же время у меня не хватало ни воли, ни догадливости выйти из этого положения и принять вид приличного человека. Обидела меня природа. Так обстояло, так и до сих пор обстоит дело с моим наружным обликом, но почти так же обстоит дело и с обликом внутренним. Редкий человек не представляет из себя мешанины всяких противоречий. Во мне же такая пестрота объясняется уже тем, что во мне столько разных кровей, и что эта моя пестрая основа еще раскрашена всевозможными колерами, значительную часть коих дала Россия. «Поскоблите русского, и вы обнаружите татарина», — говорит поговорка. «Но если можно было бы поскоблить мое духовное «я», то обнаружилось бы не одно какое-либо племя, а целых три. Причем особенности каждого вовсе с годами не сгладились, и каждый до сих пор заявляет свое право на существование. Это касается расовых покровов моей души. Но под ними имеется еще зерно, и мне вот кажется, что и оно не такое цельное и элементарное, каким ему полагается быть. Были времена, когда такая путаница меня озадачивала и огорчала. Но, в общем, я пронес этот свой духовный груз, не особенно заботясь о нем. Если же то одна, то другая особенность вылезала вперед, то моя регулирующая воля не особенно реагировала против этого. Я не вмешивался. Вернее, мне и не приходилось не вмешиваться, так как это делалось само собой. Как-то все утрясалось и возвращалось к довольно сносному равновесию. Духовная мешанина не позволяла мне решить и один из самых краеугольных вопросов своего бытия. Я так и не решил, кто я таков. Во Франции за меня решило общественное мнение, и решило оно с чисто французской прямолинейностью, вернее, с чисто французской узостью. Я зарегистрирован в качестве художника-декоратора русских балетов. Так меня представляют в обществе. Естественно, что с такой явной несправедливостью, продолжающейся уже столько лет, я примириться не могу. Однако что мне поставить на визитную карточку взамен того? Не помещать же на ней, как это делают иные безвкусные люди, список всяких своих профессий. Даже в узкой сфере театра, разве я не в гораздо большем смысле постановщик и то, что называют в кинематографе художественный руководитель? Деятельность же моя отнюдь не ограничивалась театром. Я и художественный критик, я и журналист, я и просто живописец, я и историк искусства. Если идти по линии тех разных дел, которые я возглавлял и коими заведовал, то я был и редактором двух весьма значительных художественных журналов. Я был в течение трех лет и чем-то вроде содиректора Московского художественного театра. Я был и полновластным постановщиком в Большом драматическом театре в Петербурге. Я был управляющим одним из самых значительных музеев в мире, Петербургским Эрмитажем и так далее. Все это, правда, относится к царству подвластному Фебу Аполлону, но не могу же я на карточке поставить Александр Бенуа, служитель Аполлона. Следовало бы просто ставить Александр Бенуа. Так я и делаю. Но слава моя не достигла такой степени, чтобы подобная карточка, будучи подана в чужом доме или в казенном учреждении, могла бы производить впечатление. Ну, вроде того, которая производит такие имена или сочетания имен, как Мистен Гетт или Морис Шевалье или Чарли Чаплин. Мистен Гетт — псевдоним Жанны Буржуа, 1875-1956, французская звезда, мюзик-холла, театра и кино. Шевалье Морис, 1888-1972, популярный французский шансонье. Выходит, что я в каком-то смысле неудачник. А иные еще прибавят, что я и заслуживаю свою неудачу, что я за слишком многое брался и потому ни в чем не преуспел до конца. Ну, с этим можно поспорить. Дело в том, что я сам ни за чем не гнался, сам ни за что не брался, а все складывалось так, что я был как бы принуждаем делать то одно, то другое. Иногда я брался за что-либо, потому что мне надо было находить средства существования. И это навязываемое дело давало мне заработок. Но чаще я брался за те или иные задачи, потому что меня они соблазняли. Что я усматривал в них случай создать нечто такое, что и мне, и другим доставит удовольствие. И я справлялся с возложенными на меня задачами в полной мере. Я почти ни в чем за свою жизнь не отведал горечи неуспеха. И все же каждый раз что-то мешало тому, чтобы на данном успехе успокоиться и извлечь из него исчерпывающую пользу. Я не успевал завершить одно дело, как меня уже захватывало другое, и это другое увлекало в новую область. Из ученого и театрала я становился творцом-художником, из театрального деятеля я превращался в музейного и так далее. Сыграла тут роль и моя абсолютная непрактичность, мало того, прямая ненависть ко всякой практичности. Под этим же таилась весьма неразумная, но, увы, непреодолимая жажда свободы. Величайшая роскошь, которую только можно себе позволить, это когда человек всегда поступает так, как ему хочется. И вот я почти всегда поступал, как мне хотелось. И поступал я так даже в тех случаях, когда мне эта роскошь была совсем непосредством, когда раздавался внутренний голос, пытавшийся урезонить меня во имя простого благоразумия, а то и долго перед семьей, перед обществом. Черта эта, если хотите, романтичная, но, о господи, сколь неудобная. Есть во мне еще одна черта, которая тоже повинна в моей относительной неудачливости. Кается так кается. Во мне нет ни капли честолюбия. Зато я не в малой степени страдаю пороком тщеславия. Эта черта чуточку постыдная, и люди предпочитают в ней не признаваться, однако сколько самых даже перворазрядных людей этим пороком обладали, скольким он испортил существование и просто погубил их. Суетное тщеславие имеет то свойство, что оно способно удовлетворить человека сразу. Упиваясь сладостью удовлетворенного тщеславия, человек забывает принять надлежащие меры, чтобы данный успех упрочить, подвести под него фундамент, возвести вокруг него те укрепления, которые могли бы парализовать действия неизбежных враждебных сил. Эта форма удовлетворения суетного чувства становится еще опаснее, когда человек, которому выдался успех, не только ничего не предпринимает, чтобы успех упрочить, но и с какой-то гордости на выворот сам старается преуменьшить значение его. Он надевает маску скромности, а иногда даже сам против себя интригует. Эта черта у нас, к сожалению, семейная. Она была очень выражена у моего отца. Я не страдаю этим дефектом в такой же степени, но все же я им страдаю. И выражение «самоуничижение пачи гордости» мне знакомо по собственному и при том довольно горькому опыту. Вот приблизительно таким я щеголяю на арене жизни. Если же теперь обратиться к моей духовной особе в ее интимных проявлениях, то тут получится нечто пестрое. Удивительно еще, что при этом не получилось уродливой какафонии. Напротив, духовная моя пестрота сочетается в нечто даже гармоничное и приятное. Так, по крайней мере, говорят близкие люди, друзья и широкий круг знакомых. В одном я могу поручиться. Я не злой человек. И даже от природы я очень благожелательный человек. Во мне сильнее многих других чувств говорит известный альтруизм, выражающийся главным образом в желании доставить моему ближнему радость. На этом построена вся моя художественная деятельность. И все то, что в ней есть, неизбежно жертвенного. Но в то же время я никак не могу себя назвать в полном смысле добрым человеком. И уже во всяком случае добродетельным. Последовать зову Христа или Франциска Асисского, продать все и раздать бедным, я не в состоянии. Я не в состоянии себя настолько обездолить и тем менее расстаться с тем, что необходимо для моего духовного равновесия. Моментами я очень жалею, что я не богач и никогда им не был. Мне кажется, что тогда я бы находил особую радость в том, чтобы творить всякие благодеяния направо и налево. Однако спрашивается, хватило ли бы у меня выдержки для таких операций? Хватило ли бы толковости? Скорее всего, с богатством я просто не сумел бы справиться. А в конце концов, мне нравится, что я не обладаю какой-либо обеспеченностью, благодаря чему я как-то и безответственен. Мне это состояние гарантирует ту свободу, которую я почитаю за необходимую мне роскошь. Помянутая только что черта благожелательности находится в связи с другой, которая иным представляется какими-то моими педагогическими способностями. Это верно, что я оказал немалое влияние на развитие, на образование моих друзей и, в частности, на того, кто приобрел мировую известность, на Дягилева. Но под этим не было и тени какого-то планомерного воздействия, и тем менее чего-то педантичного. Просто исполняясь восторгом от того или другого проявления человеческого гения, и не будучи в силах нести один этот восторг, я бывал вынужден делиться им, мало того, навязывать его другим. Я навязывал свой восторг для их же пользы, для того, чтобы и они порадовались так, как я радуюсь. При этом сила восторга во мне всегда такова, что я не терпел возражений и доходил в своем навязывании даже до насилия. Не имея никакого плана, я, однако, интриговал бессознательно и интуитивно, прибегая к некоторой системе для того, чтобы завербовать кого-либо, к кому я чувствовал влечение, в свой лагерь. Но, разумеется, мои эти интриганские приемы были не только чисты от какого-либо расчета материального порядка, но они не знали и велений чистолюбия. Мне совсем неинтересно было вставать во главе какого-либо движения, какой-либо группы лиц, и это отсутствие во мне чистолюбивых замыслов приводило к тому, что даже там, где я бывал официально начальником по своему положению, я старался стать со своими подчиненными на товарищескую ногу, что, разумеется, не всегда способствовало моему авторитету. Это страсть заражать других. Этот прозалитизм не имел опять-таки в себе чего-либо общественного. Напротив, мое отвращение к тому, чтобы входить в контакт с толпой, было всегда непреодолимым. Оно и мешало мне выступать на общественном поприще. Ненависть эта, однако, не зиждется на каком-либо презрении к толпе. Чувства мне абсолютно неизвестны. Страх же толпы носит у меня скорее патологический характер. Это еще один из моих неизлечимых и весьма невыгодных пороков. Что же касается моего отношения к искусству, то надо различать два момента. Я в одно и то же время любитель искусства и знаток его. Я и творец-художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим, и дающим субъектом. Мой интерес к художественным произведениям, естественно, приведший меня к знаточеству, стал проявляться с очень ранних лет. Скажут, что рожденный и воспитанный в художественной семье, я просто не мог избегнуть такой семейной заразы. Что я не мог не интересоваться искусством, раз вокруг меня было столько людей, начиная с моего отца, кто знали в нем толк и обладали художественными талантами. Однако среда средой, не мне отрицать ее значение, но все же, несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся. И это заставляло меня по-иному и с большей интенсивностью впитывать в себя всякие впечатления. В старину это называлось священным огнем, благодатью Аполлона. Теперь эти выражения кажутся смешными, но мне они представляются не пустой риторикой, а осущей простой правдой. Бывают натуры почему-то более отзывчивые, более горящие, нежели другие. Что касается меня, то горение во мне было и продолжает быть такой силы, что оно даже доставляло мне страдания. Страдания, связанные с величайшей радостью и тем самым имеющие в себе нечто родственное с наслаждениями любовными. При этом я вовсе не хочу сказать, чтобы это горение было всегда вызываемо предметами, заслуживающими поклонения. Да и не в том дело, чтобы иметь какой-то абсолютный вкус. Не в том, чтобы разобраться так, как разбирается какой-либо ученейший профессор эстетики. Вкус вырабатывается постепенно. К тому же я и сейчас затруднился бы назвать те объективные признаки, согласно которым можно одно почитать вполне за соответствующее хорошему вкусу, а другое нет. Испошленная поговорка о вкусах не спорит в основе своей права. Важно, чтобы этот личный, субъективный, совершенно беспринципный вкус вообще был. Чтобы человека к чему-то непреодолимо влекло. И чтобы он обладал способностью радоваться тому, к чему этот вкус его приводит. Такое наличие дара вкуса я в себе и констатировал во все времена. В детстве, естественно, эти влечения не были мной осознаваемы, но это вовсе не лишало их силы. Я живо помню, как мальчуганам четырех лет мной овладевал своего рода транс перед той или другой картиной или перед каким-либо музыкальным произведением. И я помню, в какую ярость я впадал, когда мне в этом перечили, или, что еще хуже, позволяли себе над тем, что мной отмечено смеяться. Бывали случаи, когда я почти заболевал от какой-то обиды за что-либо, давшее мне радость. Причем в нашем доме такие проявления неврастенического порядка отнюдь не были чем-то принятым и привычным. Ведь отец мой при всей художественности своей натуры был человек вполне уравновешенный, а уже о матери моей и говорить нечего. И вот как раз мамочкина равнодушие в отношении к чему-либо, мне особенно понравившемуся, вызывало во мне рот бешенства. Природная чуткость подсказывала ей, как поступать, как меня успокоить. И эти приступы священного гнева против нее кончались моим раскаянием, отнюдь, однако, не сопровождавшимся какой-либо сдачей позиций по существу. И вот в этом горении не было никакой системы. Будучи одарен вкусом ко всевозможным и очень разнообразным явлениям, я и загорался от соприкосновений с ними в одинаковой степени. Это затрудняет меня ответить даже на вопрос, к чему именно у меня было определенное призвание творческого порядка. Случилось на самом деле так, что я избрал своей основной карьерой живопись, и живопись привела меня к театру, но иногда мне кажется, что могло совершенно так же случиться, что основной карьерой я бы выбрал музыку, архитектуру или актерство, причем весьма вероятно, что каждая из этих профессий меня также привела бы к театру. Выходит, что мое настоящее призвание есть театр. В качестве курьеза я здесь должен сказать, что при множественности вкусов, влечений и связанных с ними талантов, я все же страдаю и отсутствием некоторых из них. Так, я абсолютно бездарен к скульптуре и стихотворству. В сознании этого я даже никогда не пробовал свои силы в этих областях. Да и к музыке у меня проявляется своеобразная бездарность или что-то вроде частичного паралича. Музыка является как бы основной стихией всего моего отношения к искусству и особенно к театру. Музыка способна вызывать во мне наиболее сильные эмоции и потрясения. А в моей театральной деятельности именно музыка порождала наиболее счастливые идеи и как бы поддерживала меня в творческом процессе. И наоборот, там, где я должен был обходиться без музыки, например, в постановке драматических произведений, я лишался какой-то очень верной опоры. Я и творчески не бездарен в музыке. Если мои импровизации и уступают блестящим импровизациям моего брата Альбера, то все же и они бывают удачными и чуть ли не вдохновенными. При всем том, и несмотря на бесчисленные уроки музыки фортепьяной игры, я так и не выучился самым элементарным правилам, без которых нельзя серьезно посвящать себя музыкальному творчеству. Так, например, я очень плохо читаю по нотам, в особенности то, что касается ритма и такта. Причем страннее всего то, что в своих импровизациях я без труда и без явных ошибок этих правил придерживаюсь. Возможно, что повинна в такой аномалии неправильная или мне лично неподходившая система преподавания, но возможно, что это своего рода органический дефект, повторяю, нечто вроде частичного паралича. Такой дефект сказывался и на моем отношении к стиху. И здесь можно отметить некоторые курьезы, которые представляю на обсуждении специалистом по художественной психологии. Первый курьез — это моя неспособность что-либо понимать словесное во время того, что слышится музыка. Мне даже доставляет настоящее мучение то усилие, которое я делаю, чтобы схватить смысл спетых мною слов. И одновременно я совершенно лишаюсь слова, когда слух мой занят музыкальными звуками, будь то даже гаммы и арпеджио. я их начинаю слушать. Я принужден их слушать и при этом теряю контроль над собственными мыслями. Нечто аналогичное происходит во мне и при слушании стихов. Ритм их начинает меня боюкать, как бы усыплять мое внимание и настолько, что я перестаю в данном случае понимать смысл слов. Разумеется, мне удается и преодолевать эту свою парализованность. Мало того, когда я слушаю какую-либо уже хорошо мне известную оперную арию или романс, одновременное воздействие музыки и слов этих двух элементов помогает мне и понимать, и наслаждаться. Однако именно то, что предварительно я нуждаюсь в каком-то усвоении отдельно того и другого, показывает, что где-то в моем воспринимательном аппарате имеется дефект, своего рода мешающая перегородка. Неприсутствие ли этой именно перегородки повлекло меня к балету, к искусству немому, выявляющемуся не в чуждах музыки словах, а в естественно рожденных музыкой движениях тела и лица. Упоение, испытываемое мной приглядослушание какой-либо сцены копелии, спящей красавицы, щелкунчика или петрушки, не может идти в сравнение ни с чем. Вот когда я испытываю поистине божественные эмоции. В глубине души я даже уверен, что если кольцо не белунга было бы лирика мимодрамой, то оно бы действовало еще сильнее, нежели оно действует сейчас. Что, впрочем, не значит, чтобы я не испытывал прислушание оперной версии этого бесподобного произведения величайшее наслаждение. Что еще сказать о характере моей особы? При изложении фактов моей жизни этот характер неминуемо будет сам собой выявляться в большей или меньшей степени. Но здесь не бесполезно хотя бы для самого себя в качестве упражнений на тему все того же «познай самого себя» выделить те черты характера, с которыми я родился, и которые, если с годами и притупились, то все же остались во мне и по сей день. Однако я теряюсь, куда отнести эти приметы к характеру или к темпераменту. Одной такой чертой является во всяком случае вспыльчивость. Она и по сей день внутри меня совсем такая же, какой она была в раннем детстве, когда я в минуту овладевшего мною бешенства ломал игрушки, рвал на себе одежды и колотил няньку. В столь же бурных и эффектных выражениях эта черта ныне, разумеется, больше не проявляется, но не проявляется она единственно из какого-то чувства самосохранения. Однако это вовсе не потому, что я боюсь как бы не наделать непоправимых бед, а потому, что я боюсь как бы не совершить какую-либо глупость, не сотворить поступка совершенно не соответствующего моему же отношению к данному случаю. Сколько раз в былое время я успевал что-либо выпалить несуразное и смертельно обидное, прежде чем я вообще что-либо мог сообразить. Мной в буквальном смысле слова овладевает нечто вроде вдохновения, рот гневного экстаза, в котором уже не остается и тени самокритики. Лишь накопившиеся за долгую жизнь раскаяния, за такие ужасно недостойные, в аффекте произнесенные речи привели наконец к тому, что сейчас потребовалось бы уже нечто совсем чрезвычайное и при совершенно исключительных обстоятельствах, чтобы я опять дал волю своему гневному экстазу. Другая характерная черта сказывается в моем отношении к работе. Здесь я еще более во власти вдохновения. Пока это вдохновение владеет мной, до тех пор я работаю удачно. Идеи раями кружатся в голове, просятся наружу. Я буквально не успеваю их фиксировать, а те, которые я успеваю, те меня самого иногда удивляют своей неожиданной удачливостью. Увы, так же неожиданно, как является вдохновение, оно без предупреждения и исчезает. Когда я меньше знал себя и не был научен опытом, то часто пробовал реагировать против этих капризов своей музы. Я упорствовал в разработке того, к чему почувствовал охлаждение. Но тогда я неминуемо портил то, что делал, а за порчей следовало отчаяние, желание все бросить и скрыть свой стыд перед другими и перед самим собой. Припадки такого бессилия не раз приводили меня к тому даже, что я бросал и запускал на месяц, а то и годы начатую работу. Но со временем я понял, что эти размолвки с музой нечто весьма безрассудное, и у меня постепенно выработалось подобие творческой системы, которой я строго придерживаюсь. С одной стороны, я слежу за соблюдением правила «не дня без строчки», и изо дня в день, как всякий другой профессионал, не ожидая вдохновения, я совершаю известный урок, исполняя только такие работы, которые, будучи необходимыми в общей экономике творчества, все же не требуют особенного возбуждения. «Когда же наступает момент призыва к священной лире, то я отдаюсь этому велению всецело, и тогда мне выдается счастье совершать своего рода подвиги, в какие-нибудь два-три часа мне удается сделать то, на что нормально потребовались бы недели, и мне это действительно удается, то есть то, что я делаю в такие минуты, мне самому нравится». Мне не хотелось бы, чтобы эти последние черты моего автопортрета были бы приняты за безвкусное хвастанье. Потребность в хвастанье во мне с годами исчезла совершенно так же, как потребность в лганье. А каким я был лгуном в детстве и в отрочестве, и талантливым лгуном! Если же я только что упомянул слово «удача», то это отнюдь не в объективном, а исключительно в субъективном смысле. Для данного вопроса о моем темпераменте и о том, как он сказывался на моей работе, вовсе не важно, действительно ли хорошо мною рождаемое. Во всяком случае, в своем творчестве я лишен холодного расчета. я всегда нуждаюсь в некоем горении. Вот почему нельзя от меня требовать какой-либо выдержанности. В свою очередь, эта же черта располагает ко всему тому, в чем с особой яркостью сказывается искра Божия. Я, в некотором смысле, даже эксперт именно в этой области. Я отличаю, где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже просто подделка под нее. За наличие подлинной искры я готов многое простить, но в то же время я исполняюсь безграничного благоговения перед теми явлениями в искусстве, в которых эта искра разгорается в целый костер, особенно к таким явлениям, в которых такой пожар приобретает характер чего-то стройного, в которых стихийное начало вдохновения сочетается с направляющей и сдерживающей волей. Воля бывает подчас чем-то и губительным в искусстве. Она приводит к нарочитости, но мы знаем такие гениальные натуры, в которых воля и к тому же воля разумная, воля в дивной гармонии сочетается с бурей стихийности. Мы этих избранников потому и называем гениями, потому мы перед ними и поклоняемся, как перед божествами. Их творчество есть сплошное чудо чудесное и какая-то подлинная благодать Аполлона. Увы, таких чудес мне не дано было совершить. Да и мало кому в нашу эпоху это было дано. Теперь два слова о характере моего творения, преимущественно живописного. Характер, впрочем, я прошу не смешивать с направлением. Что касается донаправления, то таковое просто во мне отсутствует. Я природный враг направления, то есть чего-то предвзятого, что подчиняет свободу творческого излияния. Эта моя враждебность выразилась и в том, что и журнал нашей группы «Мир искусства» был лишен какого-либо направления. Он даже выступал в качестве борца против всякого направленчества. Это утверждение Александра Николаевича Бенуа справедливо лишь при том условии, если под направлением действительно иметь в виду присутствие, как он выражается, чего-то предвзятого, что подчиняет свободу творческого излияния. В настоящем же смысле направление у журнала, разумеется, существовало. И Бенуа сформулировал одну из его сторон двумя строками ниже. Мы повели борьбу против всего того, что в русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения. Если говорить о программе художественного отдела журнала, в котором с годами усиливалось влияние Александра Николаевича Бенуа, то очень многое в ней не совпадало с реально осуществляемой мир-искусниками деятельностью. Например, противопоставляя принцип свободного творчества принципу общественного служения искусства, исповедуемому предыдущим поколением, художники мира искусства были на деле отнюдь не чужды тому же общественному служению, причем вполне отчетливо осознанному. в своей издательской выставочной или театральной практике они выступали за живое развитие и обновление национальной художественной культуры, боролись за ее обогащение путем сближения с западноевропейской художественной традицией. Александр Николаевич Бенуа упоминает далее, что его главным оппонентом в этих вопросах оказывался философов, возглавлявший литературный отдел журнала. Однако в понимании философа тенденциозность художественного творчества по существу сводилась к поискам религиозно-проповеднической миссии искусства. Философ не случайно поддерживал внутри редакции мира искусства живопись Васнецова, в котором он ценил не столько поэта и живописца, сколько национально- религиозного и идеолога. Мы повели борьбу против всего того, что в русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения. Для этого же поколения принцип свободного творчества не существовал. Целью искусства для него было общественное служение, способствующее проведению в жизнь известных, полезных для общества идей. Моим главным оппонентом в данном вопросе был мой друг Дмитрий Философов. Но моя твердая беспринципность одержала верх над его слишком туманной тенденциозностью. Отсутствие определенной идейности перешло затем и в наше театральное дело. В частности, им отличались и наши русские балеты. Возвращаясь еще к характеру моего творчества, я должен отметить определенное влечение к тому, что принято называть реализмом. Мои любимые художники в прошлом и в настоящем фантасты. Но только те фантасты, среди них действительно мои любимцы, которым удается быть убедительными, а убедительность достигается посредством какого-то стояния на земле и глубокого усвоения действительности. Можно сказать, что в этом мои коренные симпатии гармонируют с эволюцией вообще всего европейского искусства, которое происходило под знаком именно усвоения действительности. Скульптура Готики, Ван Эйк, Фуке, Боттичелли, Беллини, Рафаэль, Тициан, Брейгель, Рубенс, Рембрандт и еще сколько самых чудесных мастеров, это все великие знатоки жизни, это художники, творившие произведения и реальные, и фантастические по существу, однако убедительность коих покоится ни на чем ином, как на бесподобном знании видимости, на реализме. Напротив, мне чужда живопись отвлеченная, и меня не удовлетворяют те художники, произведения которых выдают небрежные и нелепые отношения их творцов к природе, а то просто игнорирование ее. Я вовсе не хочу этим сказать, чтобы и среди такого художественного творчества не было ценных явлений, но пламенность моей симпатии к мастерам, знавшим толк в действительности, бесконечно превосходит то холодное внимание, которое я уделяю мастерам действительность игнорирующим. Одной из особенностей моего личного творчества является определенное тяготение к прошлому. К такому тяготению приложено некрасивое слово пассеизм, и для удобства терминологии пусть оно за ним и останется. Во мне пассеизм начал сказываться как нечто совершенно естественное еще в раннем детстве, и он остался на протяжении моей жизни тем языком, на котором мне легче, удобнее изъясняться. Своим пассеизмом я заразил и моих лучших друзей Сомова, Бакста, Добужинского и даже Дягилева. Сильный пассеизмский привкус был присущ исключительно благодаря моему влиянию миру искусства. И тот же пассеизмский привкус был присущ и постановкам всей нашей группы, особенно же моим собственным постановкам. Откуда взялся этот пассеизм? Это страстное желание вернуть к жизни прошлое, воскресить его. Я не знаю, но возможно, что тут сказалось то, что в своем престарелом отце я имел живое прошлое. В его рассказах, в его рисунках воскресал не сегодняшний день, а времена его далекой молодости и детства. Я и восемнадцатый век мог считать своим, уже потому, что мне через моего деда, родившегося еще в дни Людовика Пятнадцатого, Фридриха Второго и Екатерины Второй было как рукой подать до той эпохи. Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам какого-нибудь современника Людовика Пятнадцатого, мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в плане современности. Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась машина времени. Но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед в будущее, а легонечко, постепенными переездами и с долгими остановками по дороге посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки. Но очень далеко я бы при этом не забирался. Резюмируя все сказанное, я ничем похвастать не могу. Если же все-таки я решаюсь поднести все то, что стоит на дальнейших страницах этой книги, то это не из какого-то самомнения, а из-за того, что память моя содержит слишком много таких вещей, которые мне кажутся достойными передачи потомству. Я был свидетелем последних лет необычайно пленительной, несправедливой и бессмысленно охаянной и оклеветанной культуры, и я имел случай наблюдать ее с разных точек зрения, пребывая в разнообразных слоях общества. Это и позволяет мне надеяться, что мой труд представляет известный общий интерес. Если в памятнике, который я таким образом дерзаю сооружать собственными руками данному отрезку истории, слишком много и даже поминутно говорится обо мне самом, то это объясняется и оправдывается уже тем, что я и сам был творческим участником в данной культуре. Кроме того, я большой любитель до воспоминаний, когда они правдивы и подлинны, и нахожу, что именно личные мемуары наиболее убедительны и ярко отражают описываемое время. В том же, что я буду по мере моих сил честно правдив, не всегда удается отделить поэзию от правды, и, по возможности точен, я здесь даю читателю клятвенное обещание. Поэзию от правды намек на название автобиографической книги Гёте «Из моей жизни поэзия и правда». Части первая, четвертая, 1811-1833 годы. Глава 24 Родительский дом Невозможно продолжить мой рассказ, не описав ту обстановку, в которой протекло в составе общей жизни нашей семьи мое детство, отрочество и юность. Я говорю о нашей городской родительской квартире. Родители мои въехали в нее сразу после своей свадьбы в 1848 году, и в ней же и папа, и мама прожили до самой смерти. Квартира эта осталась в моей памяти как нечто целое и продолжающее существовать в своей целостности, тогда как уже более полувека она не существует и перестала быть нашей. Впрочем, и в те времена, когда она была нашей, она вовсе не во всех своих частях оставалась неизменной. Несколько раз комнаты меняли свое назначение. Так моей комнатой становилась то одна из комнат, выходивших во двор, то ее смежная. Переезжали и мои родители, уступая свои покои внукам. Это бывало, когда кто-либо в семьях моих сестер заболевал заразной болезнью, и все здоровые дети с матерями и няньками перебирались к дедушке и к бабушке. Столовая тогда переносилась в кабинет, кабинет в чертежную и так далее. Но всегда неизменно оставались передняя и зала. Лишь на время танцевальных вечеров, балов, последняя меняла свой характер гостиной, середина освобождалась от мебели, специально сгруппированной для приема визитов, а род гостиной тогда устраивался в соседней зеленой, служившей вообще разнообразным назначением. То обстоятельство, что дом Бенуа был нашим родительским домом в полном смысле слова, сыграло значительную роль во всем моем начальном мировосприятии. Приблизительно такую же роль, какую играют для других людей, родовые усадьбы или замки. В смысле своего кубического содержания дом Бенуа, помещавшийся на Никольской улице, впоследствии переименованный в улицу Глинки, под номером 15, мог во всяком случае вполне сравниться со средней величины замком, а так как в известный момент значительная часть его четырех этажей была занята разными членами семьи нашей, то в целом это и составляло род семейной твердыни или патриархального клана. Для психологии мальчика, имевшего в своем распоряжении совершенно необычайное количество комнат, имевшего на правах близкого родного доступ повсюду и во всякое время, считавшего и самые лестницы, соединявшие разные этажи за части своего обиталища, все это расширяло и разнообразило ощущения своего. Оно воспитало и какое-то чувство защищенности в отношении всего окружающего. Здесь, мол, я настоящий хозяин, и никто меня тронуть не может. Наконец, будучи домом старым, уже обретавшим в своих стенах моих прародителей, он был напитан атмосферой традиционности и представлял собой какую-то верность во времени. Не я и не мы только находили в этой крепости свое убежище, но здесь уже жили и папа с мамой, и дедушка с бабушкой. Почти сто лет назад владели они все этим домом. Срок для мальчика огромный, в особенности в городе Петербурге с его всего двухсотлетним прошлым. Купил дом мой дед, наполовину построенным, еще в дни царствования Павла Первого, кажется, в 1799 году. По сведениям Федора Францича Бенуа, дом был приобретен Леонтием Николаевичем Бенуа в 1808 году у полковника Баженова. С 1816 по 1832 год семья Бенуа жила в деревянном доме на старой офицерской улице, а затем переехала в дом Бенуа, что у Николы Морского. В начале дом Бенуа был всего в три этажа по русскому счету, но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом. Он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми арками, что его можно было приписать самому Кваренге. Фактические подтверждения этому предположению неизвестны. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж, что и обезличило фасад, ибо хотя тройные окна и остались, но как раз типичными полукружиями над ними пришлось пожертвовать. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами нижнего этажа, и нетронутой осталось и характерная парадная лестница. Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону рожу с разинутым ртом, другая очень миловидную улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой прической. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии. Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого ведшего вглубь коридора под убранным сочными розетками сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами. На каждом повороте открывалась своеобразная перспектива. Все это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке белых ночей, да и освещаемое отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, наша парадная превращалась в настоящую декорацию для драмы. Хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава Богу, не произошло. По простоте тогдашних нравов, как уже упомянуто, наша парадная не отапливалась, и в ней не было швейцара. Лишь дежурный дворник, завернувшись в свою шубу, дремал ночью снаружи в любой холод у входных дверей. До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились. Дверь нашей квартиры была со стороны лестницы обита для тепла черной клеенкой, а прибитая на ней гладкая медная дощечка курсивными буквами гласила, что здесь проживает Николай Леонтьевич Бенуа, архитектор. Звонок был старомодный, надлежало дернуть за рукоять в медной чашечке, чтобы он зазвонил, но звонил он и в передний, и в конце длиннейшего коридора у двери в кухню. Замок на входной двери был особый, довольно замечательной конструкции. Изнутри он открывался поднятием железной подковы. Снаружи же можно было его открыть только посредством особого ключа, состоящего из стальной палочки, конец который, будучи введен в круглое отверстие замка, перегибался, спадал и таким образом достигал конца помянутой подковы. Подкова от нажима поднималась и дверь была открытой. Когда я получил лет пятнадцати разрешение возвращаться домой ночью в такие часы, когда уже все спали, то, чтобы не будить прислугу, мне разрешалось брать этот фамильный ключ. И мне до сих пор памятны ощущения холодного, гладкого, перегибающегося стержня, который я нащупывал в кармане пальто. Отчетливо запомнился и звук открываемой им двери, звук, означавший днем возвращение папы со службы. Характерно для моего отца, что он старался никого и никогда не беспокоить. Войдя к себе без звонка, он сам стаскивал и вешал свою тяжелую шубу, без посторонней помощи снимал он и старомодные деревянные галоши, что не всегда сразу удавалось. Любил ли я нашу квартиру? Нравилась ли она мне? На такие вопросы трудно ответить. Многое мне в ней даже определенно не нравилось, особенно после того, как, движимый своей отцовской нежностью, папа в перемешку с хорошими картинами и гравюрами стал вешать на стенах подношения своих детей и внуков. Кто-то из них изуродовал росписью и абажур, висящие над его рабочим столом лампы, в зале был поставлен громоздкий для гимнастических упражнений турникет, а Коля Лансере тут же держал свой велосипед. Возмущен я был и проникновением в парадные комнаты банальных венских стульев гнутого дерева. Впрочем, я и в исконной обстановке многое критиковал. Многое и не без основания мне казалось мещанским, уродливым и нелепым. Родители мои с годами все меньше и меньше обращали внимание на декоративную сторону жизни. Еще меньше на нее обращало внимание поселившееся в 1886 году у нас сестра Катя. А то, что пришлось в квартире разместить ее шестерых детей и Бонну произвело то, что несколько комнат получили, несмотря на соблюдавшуюся опрятность, сходство с цыганским табором. Я же мечтал о великолепных апартаментах дворцового характера. Или хотя бы о том изяществе, которое я видел у бабушки Кавоз, у дяди Сезара, у дяди Кости, или у моего богатого брата Леонтия. Да и не вполне уютно было у нас в квартире. Начать с того, что Анфилада комнат, выходившая на улицу, лишь утром освещалась солнцем, да и то как-то сбоку, а остальное же время ее затемнял фасад дома петербургского губернатора. Когда же солнце после полудня ударялось в этот фасад, то наша квартира наполнялась рефлексами, которые сообщали ей какую-то специфическую меланхоличность, и это приобретало даже щемящий характер как раз в яркие, радостные весенние дни. Кроме того, подоконники в парадной половине были заставлены так называемыми цветами, то есть вечно зелеными тропическими растениями, отнимавшими значительную часть света. Я не стану делать подробного инвентаря нашей квартиры, хотя и помню ее в малейших подробностях, и хотя я был бы так счастлив познакомиться с подобным инвентарем, касающимся обиталища кого бы то ни было из близких моему сердцу художников прошлого. Не решаюсь же я это сделать из опасения, как бы такое описание не выросло в целый трактат. Но вот спрашивается, была ли обстановка родительской квартиры характерна для нашей среды, для профессии отца, и отвечала ли она вполне домашним традициям? На эти вопросы я только отвечу. Наша обстановка во всяком случае не была выдержанной, а представляла собой смесь разных типов обстановок. Передняя была, как всякая передняя в хорошем доме, с обязательными громоздкими вешалками, с длинным ампирным зеркалом, над подзеркальником красного дерева. Особенностью нашей передней было лишь то, что для сидения служил большой деревянный ларь светлого дерева с валютами по бокам, и что спинкой этому ларю служила дверка, закрывавшая специальный шкаф, занимавший всю толщину стены и хранивший особенно ценные вина. Необходимой принадлежностью во всякой передней в то время был и большой красного дерева барометр. Наш был конца восемнадцатого века. Он хронически бездействовал или врал. Из передней дверь вела в длинную и глубокую залу, выходившую окнами на Никольскую улицу. Простенок между окнами был занят зеркалом во всю высоту стены, но оно было перегорожено подстольем, на котором красовались бронзовые золоченые часы и канделябры с пышными круглыми амурами. Намекая на принадлежность к художеству нашей семьи, один из этих путти держал циркуль, другой палитру, а у ног их валялись бюст, фолиант и тому подобное. Из-за того, что подстолье перегораживало зеркало, я мог любоваться своим отражением в нем во время танцев лишь до пятилетнего возраста, когда вся моя фигура целиком умещалась в нижнем отделении. Но затем моя голова стала все более и более обрубаться сверху, и в конце концов я уже плясал в зеркале обезглавленном. Ничто так ясно не показывало мне, что я расту. В зале надлежало быть фортепьяно. Слово рояль привелось позже. Стены мбра люстре и той группе мебели, которая служила специально для визитов. Фортепьяно у нас было, но это не был ни Бехштейн, ни Блютнер, ни даже Шреддер или Беккер, а это был почтеннейший длинный палисандровый, а не черный гендж, что и было начертано курсивной надписью, инкрустированной над клавиатурой. Каждый новый настройщик при виде этой надписи говорил одно и то же, чаще по-немецки, ибо все настройщики были немцами. Ах, у вас гендж, это прекрасная, но уже давно не существующая фирма. Может быть, фирма и была когда-то прекрасной, но, увы, звук генджа был сухой и холодный, а клавиши туго поддавались пальцам. Это, однако, не мешало Альберу и моей кузине Нетеньке о ней дальше извлекать из этого инструмента то бурные, то нежные, то заразительные плясовые и душу веселящие звуки. При разделе наследства я выпросил генджа себе, но принужден был отрезать ему треть хвоста, иначе он не влезал в небольшие комнаты нашей квартиры. Когда я прощался со всей моей обстановкой в момент отъезда навсегда из Петербурга в 1926 году, мне особенно тяжело было расстаться именно с этим старым другом. На супротив фортепиано помещался помянутый уголок для визитов. То был полученный мамой в приданное ансамбль туровского производства. Тур, как и Гампс, были знаменитыми мебельщиками в середине XIX века. И состоял он из большого дивана, двух бержерок, четырех кресел, двух кушеток и нескольких стульев. Дерево этой мебели было темно-ореховое, крыто же она была синим капитанированным бархатом. Форма этой мебели была тяжелая, но все вместе создавала все же довольно внушительное и уютное целое. А когда на этом бархате сидели дамы в пышных тогдашних шелковых платьях, то получалось в общем и нечто парадное. Настоящую же парадность этому месту придавал превосходный портрет мамы в молодости, работы художника Капкова, вставленной в роскошную золоченую раму, висевшей над диваном. Ему соответствовала на противоположной стене овальная пастель работы модного в 50-х годах Беллоли, изображавшая папу тоже в сравнительно еще молодых годах. На столе перед диваном стояло, покоясь на гарусном имитирующем траву плато, фарфоровая лампа с букетом цветов на белом фоне. Под столом лежал пестрый ковер Обессон с желтыми разводами и крупными яркими цветами. В 19-м веке Обессонами называли ворсовые ковры для пола. Обессон традиционный центр французского ковроткачества, объединявший ряд мануфактур, выпускавших разные виды ковровых изделий. Этот ковер подвергался всяким испытаниям, в тех случаях, когда вытащенные на середину залы он, несмотря на протесты мамы, служил для наших игр. В сложенном пополам виде он становился чем-то вроде салазок для съезжания с той горы, которую папа устраивал на время гощения своих внуков. На этом же ковре в течение пасхальной недели производилось катание яиц, и случалось, что кто-нибудь раздавит яйцо под ногой, и тогда желток проникал в бархатистый ворс. Наконец, во время елочных торжеств тот же ковер терпел от леденцов, изюма, пряников и капающего со свечей воска. Но, видно, добротность нашего Абиссона была на высоте испытаний, ибо он и сорок лет спустя, после бесчисленных чисток, находясь на службе у Альбера, продолжал являть всю свою цветистость и яркость, нигде не обнаруживая ни дыр, ни пятен. В детстве я особенно гордился этим ковром, а также тем небольшим золотым шкафиком, что стоял на углу залы, а также тем, что на нем стояло. Шкафик был в стиле буль. Что это не был настоящий старинный буль, разумеется, не играло в моей оценке никакой роли. Черно-мраморную его доску поддерживали золоченые амурчики кариатиды. А вся лицевая сторона была густо забрана орнаментом из медной и черепаховой инкрустации. В замке же торчал чудесный узорчатый золоченый золотой, как мне казалось, ключик. Таким именно ключом, думал я, должна была запираться та комната, в которую был запрещен вход жене синей бороды. Однако, когда я повертывал ключик и открывал шкаф, глазам не представлялись какие-то ужасы, а напротив, по полкам здесь были расставлены особенно драгоценные книжки. Верхняя полка была занята роскошными молитвенниками, служебниками, пасхальными молитвословиями, требниками. Ниже стояли фолианты, среди коих я особенно любил франко-английский журнал с литографиями Гюстава Дуре и альбом Мозаика Салонов. На нижней же хранились модные журналы молодости мамы, в которых была масса тонко раскрашенных картинок, представлявших дам в широченных кринолинах и ярко цветистых платьях. Самый такой проволочный кринолин где-то хранился у нас, и, быть может, мама считала, что он еще пригодится, к этому еще вернуться. Мозаика Салонов Салонами называли во Франции выставки современного изобразительного искусства. Первоначально с 1667 года они устраивались в квадратном салоне Лувра, откуда уже во времена Людовика XV и получили свое наименование. Со временем названия салона стали присваивать не только ежегодным салонам, но и другим выставочным организациям. Так, во второй половине 19-го, начале 20-го веков были основаны Салон Независимых, Салон Марсово Поле, Осенний Салон и другие. Комната направо от зала называлась по цвету своих ярких обоев зеленой. Она служила одно время мне спальней. Из нее был выход на балкон, любимое мое место пребывания в летние дни. В глубине зеленой висели две большие венецианские перспективы 18-го века, а по бокам зеркала на кронштейнах. Над комодом Рококо жеманно позировали золоченые и пестро раскрашенные арапы произведений той же Венеции и того же Сетаченто. Налево из зала был выход в коридор, а ближе к окнам дверь в папин кабинет. Совсем же в углу залы папа пробил в стене того выступа, которым средняя часть фасада выдавалась на улицу, маленькое окошко специально для того, чтобы можно было любоваться видом на всю улицу и на театральную площадь на манер того, как это допускают английские выступающие окна, окна Эркеры. Вид на Мариинский театр был закрыт рядом домов, примыкавших к нашему. Зато большой театр с его строгим колонным портиком был виден как на ладони. Ближе к нам справа, на самом углу площади и улицы стоял милейший особняк XVIII века графов Мордвиновых, в саду которого за решеткой иногда содержались медвежата. Перспективу Никольской улицы завершало красное здание казарм флотского экипажа и в нем жила та, которой было суждено стать моей подругой жизни. В глубокой амбразуре маленького окна всегда лежал молитвенник папы. И в те воскресенья, когда он почему-либо не мог попасть в церковь, он здесь, перед окошком, глядя на далекие купола Благовещенской церкви, прочитывал про себя обедню. Двери в кабинет также заслуживали внимания. Впрочем, не самые двери, состоявшие из двух створок и глубокой коробки, а вот то, что в притолоке были ввинчены крючки, на эти же крючки вешались детские качели. Вся любовь отца к детям, все его балование их выразилось в этой подробности. У какого другого занятого, вечно что-то писавшего и проверявшего человека, можно было бы встретить подобное попустительство. Ведь эти качели действовали не только тогда, когда папы не было дома, или когда он отдыхал, последнее случалось иногда по вечерам после обеда, но и во всякие другие моменты, невзирая даже на то, что у отца сидели какие-либо его служащие, пришедшие к начальнику с докладом. Какого мнения о слабости папы должны были быть эти господа, принужденные из-за нашей шумной возни повышать голос и мучительно прислушиваться к тому, что им говорил папа? В пяти шагах от их беседы Шуренька, женяка Лансере или Джомми Эдвардс предавались наслаждению взлетать на воздух и оказываться то в зале, то в кабинете. Лишь иногда папа при таких упражнениях терял терпение или мама подоспевала к нему на помощь, останавливала качающихся и убеждала их, вызывая к совести и к деликатности отложить игру на потом. Не могла не раздражать папу и наша тут же за стеной игра на рояле, о чем я говорю в другом месте. Папин кабинет был самой уютной комнатой всей квартиры. Он был квадратный в плане, с двумя окнами на улицу. Посреди стоял сделанный по собственному рисунку папы крытый черной клеенкой письменный стол в готическом стиле. На столе на специальном плато с желобами лежал набор циркулей, карандашей, резинок. Тут же стояла бронзовая группа лансере, изображавшая чумацкий воз. Чернильница у папы была необыкновенная, фарфоровая, со своеобразной системой наполнения и опорожнения того сосудика, в которой макалось перо. Кроме плато и чернильницы, на столе кабинета всегда находилось бронзовое дупло с воткнутым в него топориком для отрезания кончиков сигар, и ящик с вышитым букетом под стеклом, в котором хранились марки, сургуч и стальные перья. Этот ящичек был привинчен к столу во избежание того, чтобы его уносили. Перед столом стоял крытый кожей превосходный дулю. Вся же остальная мебель была конца XVIII века, сделанная из карельской березы. Это была русская крепостная работа, несколько грубоватая, но форма стульев и кресел отличалась оригинальностью. Спинкой служил выгнутый овал. Ручки же подпирались дельфинами, чешую которых я любил ковырять, а ножки представляли собой что-то вроде перевитых лентами прутиков. Крыта была эта мебель полосатым зеленым с черным штофом. Оригинальный столик XVIII века красного дерева стоял позади папиного стола у стены. На нем под стеклянным колпаком красовался изумительно резанный в буксбауме конь, копия с одного из коней, что украшают фасад Святого Марка в Венеции. Буксбаум — буковое дерево. Эта скульптура приписывалась Брустолоне, но мне теперь кажется, что это была немецкая работа XVI века. На камине в углу перед зеркалом в раме XVII века стоял серебряный слепок знаменитого кубка, приписываемого Бенвенута Челлини, и толпилась всякая бронзовая мелочь. Доставшийся от деда Бенуа красивый библиотечный шкаф красного дерева был весь набит ценными увражами по архитектуре и искусству. Но главным украшением папиного кабинета служили фамильные портреты, развешанные по стенам. Папа гордился тем, что благодаря этим портретам у него совсем как у царя, но кроме такого тщеславного чувства у него был к этой портретной галереи настоящий и очень глубокий пиетет. Ему казалось, что все близкие ему и маме люди находятся вокруг него, а следовательно, что смерть не нарушила связей соединивших разных членов семьи. Наиболее художественные из этих портретов принадлежали кисти французских мастеров начала девятнадцатого века Буало и Куртейля. Очень хороши были также акварельные портреты прадеда Кавоса работы Осокина, портрет тетушки Стефани Нечаева и посмертный портрет матери моей мамы работы неизвестного мастера. Акварельный портрет работы Горовского изображал давно уже скончавшегося дядю Мишеля Бенуа, старшего папиного брата в полковничьем мундире нараспашку, сидящем верхом на стуле с предлинным чубуком в руке. Наконец, между окнами висела английская гравюра со знаменитой картины Дзофани, представляющая натурный класс в Лондонской Королевской Академии Художеств. А над столом с конем Бустолоне красовались те две дивные сепии гварди, которые по смерти отца достались мне и которые, увы, в эмиграции я вынужден был продать. В углу кабинета у двери в столовую находилось мамино место — четырехугольный стол и кресло. Над ними висела полка, где были разложены толстые поварские книги, лечебники, словари. Там же стояли всякие медицинские снадобья, среди них гомеопатическая аптечка, банка с жизненным эликсиром провизора Шуппе и другие баночки поменьше с опольдекоком, зелено-желатинной мазью для растирания. У мамы при всем ее скептическом отношении к докторам была слабость ко всяким таким домашним панацеям. В гомеопатию же она как-то и верила, и не верила. Во всяком случае, она придерживалась мудрого взгляда. Если это и не помогает, то и не вредит. Вечером, когда кабинет освещался висячей лампой над папиным письменным столом, в это время папа уже кончал работу и занимался раскладыванием пасьянцев или каким-либо клеянием, к его столу приставлялся другой стол и у последнего рядом с мамой размещались вечерние завсегдатые. Тетя Катя Кампионе, кто-либо из братьев или сестер, нередко Артюр Обер, по понедельникам же неизменно тетя Лиза Раевская, успевавшая между обедом и отправлением в театр пробыть здесь часок в обществе своей дорогой Камиль. Остается еще упомянуть о столовой и о моем кабинете, который можно считать колыбелью мира искусства. Остальные же комнаты служили спальнями и были меблированы на чисто утилитарный лад, а ежели в той или другой из них висела какая-либо картина или стоял какой-либо интересный предмет, то это была игра случая. Исключение не составляло и спальня моих родителей, особенно с тех пор, как вся специальная меблировка была вместе с супружеской двуспальной кроватью роздана в приданые моим сестрам, а зеленая ольковная занавеска на кольцах, та самая занавеска, из-за которой папа меня голеньким показывал восторгавшимся тетушкам, была отправлена на чердак, как нечто совершенно вышедшее из моды. Своеобразный характер нашей столовой придавало то, что она была оклеена ярко-синими домаскированными обоями. Прочность этих обоев была такова, что они простояли без приклейки с 1848 и до самого оставления нашей квартиры в 1899 году. И все еще этот синий цвет веселил глаз и придавал комнате какой-то прелестный старосветский характер. Этот синий цвет в годы, когда я вообще протестовал по глупости против всего, что в нашем обиходе слишком напоминало отжившую эпоху, меня возмущал. Позже, напротив, я как раз оценил особенную прелесть этой старинности, и поэтому в каждой квартире, которую мы с женой снимали, непременно одна из комнат получала именно ярко синюю оклейку. От нас даже пошла в Петербурге 1900-х годов мода на такие синие комнаты. Самый же этот цвет получил в шутку название «Синий во вкусе Бенуа». Приятное, тоже очень старомодное сочетание получалось от этих синих обоев с мебелью красного дерева, с рядом стульев, обступавших большой раздвижной стол, с закусочным столом, с буфетом, с другим буфетом «Жакоб» для парадного сервиза, и со шкафом витриной, в котором были расставлены разные редкости. Среди последних красовалась роскошная кружка аугсбургского серебра, кубок слоновой кости с историей эсфири, английские чашки, употреблявшиеся только для шоколада в дни особенно торжественные, бокалы и стаканы с вензелями Бенуа. Все это представлялось мне бесценными сокровищами. Наилучшим же украшением столовой была картина, занимавшая почти целиком одну из стен. То была копия известной картины Йорданса «Король пьет», изображающей пир и праздник крещения, когда тот, кому попадется боб, запеченный в пироге, избирался королем и в свою очередь избирал себе королеву министров и придворных. Наша версия представляла многие отступления от знаменитой композиции на тот же сюжет в Венской галерее, но нельзя сказать, чтобы эти отступления служили к особенному ее украшению, да и общий тон был более темный, краски более тяжелые, нежели в Вене, выдавая позднейшую манеру мастера. Тем не менее, наш король пьет был замечательным образцом живописи, и, несмотря на некоторые неаппетитные подробности, служил подходящим украшением для трапезны. Не проходило дня, чтобы за обедом или за завтраком я ее не изучал. Я был пленен красотой королевы, в которой я находил сходство с нашей Катей. Ее же отец, коронованный старик, с жадностью пьющий из своего огромного кубка, мне напоминал папу. Служанки, сгруппированные справа, казались мне похожими на наших прислуг. Особенно хороша была фигура нагнувшейся женщины, льющей вкушин льно, а веселая девушка, оглядывающаяся на зрителя, точно приглашала его принять участие в пире, была совсем живая. Когда у нас пили за здоровье кого-либо, то орущие здравицу на картине как бы присоединялись к нашим тостам. Братскую нежность я чувствовал к тому малышу, который на первом плане ровно посреди картины отбивает дробь на барабане. С этим мальчиком, когда я был его роста, я пробовал заговаривать, и мальчик как будто улыбался мне в ответ. Красная комната стала служить мне кабинетом с того момента, когда отбыл в плавание брат Миша, и продолжала быть моей, пока уже после смерти мамы сестра Катя не настояла на том, чтобы меня оттуда перевели в смежную чертежную. О, как тяжело я пережил это выживание из насиженного в течение десяти лет гнезда. Долгое время я не мог простить этой обиды и почти возненавидел за это когда-то обожаемую Катечку. Вся меблировка и весь убор моей красной комнаты были переведены вместе со мной на новое место, а стены там оклеены такими же красными обоями, однако того же прелестного ансамбля не получилось. Очень портило вид моего нового кабинета то, что одна стена была сплошь застеклена, что давало возможность дневному свету проникнуть в коридор. Уже раньше я лишился тех милых скульптурных фигур, которые изображали двух дам бородатого рыцаря и элегантного вельможу, которые я получил во временное пользование от отплывшего Миши и которые он по возвращении пожелал получить обратно. Я успел свыкнуться с этими ультра-романтическими позолоченными фигурами. Очень мне нравились и те золоченые консоли, на которых они стояли и которые представляли музицирующих детей и головки средневековых шаттеленок знатных дам, выглядывавших из каких-то полукруглых оконцев. У другой стены моей красной комнаты стоял большой диван, исполненный по специальному заказу папы и, согласно моим желаниям, превосходным столяром Биркенфельдом. Красное дерево для него выбрано было первейшего сорта, а окрыт он был темно-малиновой кожей. В его боковых устоях были ящики, а на верхней полке были расставлены под резным венецианским зеркалом бронзовые и резные из дерева фигуры, раковины, японские статуэтки, чернильница шестнадцатого века и тому подобное. Об эту полку неминуемо каждый раз, когда он садился на диван, ударялся Дима философов, превышавший товарищей своим ростом, что и вызывало в нем взрывы негодования. Была же прилажена эта полка к дивану по моему желанию, в подражание тому, что я видел в книге Хирта «Немецкая комната», в которой широкое место было отведено под немецкий ренессанс, бывший тогда в особенном фаворе. Диван имел еще и ту особенность, что если дернуть за особые шнуры с толстыми кистями, то сидение и спинка складывались вместе и переворачивались, а на их месте появлялась мягкая и приятная постель. На ней я спал, когда служившая мне обыкновенно спальней зеленая комната бывала почему-либо занята другими членами семьи. Лишним было бы здесь приводить список всей той массой вещей, которые наполняли мой кабинет, но я все же укажу на те, которые были особенно характерны для конца восьмидесятых годов. Над небольшим шкафиком для книг красного дерева висели фотографии и гелиогравюры с картин моего тогдашнего бога Беклина. На шкафике красовался слепок превосходной скульптуры Обера «Бык-победитель». В углу у окна стояла статуя голого мальчика работы Пименова. Позже она была перенесена в папин кабинет. На одном из окон был повешен портрет подражания живописи на стекле другого тогдашнего моего бога Вагнера. Кроме того, служили украшением стен акварели Альбера, литографированный портрет дедушки Кавоз, декорация эпохи империи Корсини и три декорации последнего Бебиена. С потолка свешивался фонарь малинового стекла, тоже отголоска увлечения немецким ренессансом, который я с невестой купили, еще будучи совершенно юными, специально для нашей будущей квартиры. Наконец, один из внутренних углов комнаты был занят камином черного с желтыми жилками мрамора, а на нем стояли бронзовые часы, изображавшие девочку с обезьянкой. Когда камин топился, то получался особенный уют, и нередко я с друзьями предпочитали для наших бесконечных вечерних и ночных бесед не зажигать лампы, а довольствоваться отблеском пламени или тлеющих угольев. Так было более поэтично, более романтично. И